Не обижается. Так, давайте тогда вагнер закончим. Андрей, что ты думать будешь? Какой вариант? Игнатий Техночек, можно я вам скажу? Давай, пока еще подумайте маленько. Я веровала по Евангелии в 2016 году. Я очень желала сюда приехать. У меня муж очень расставал, его семья, они сирийцы, они мусульмане. И я не могла сюда приехать. А потом уже 2017 год, и опять у меня было препятствие. Я очень горела этим желанием. Видимо, Бог так проверял. И потом я забеременела, и я не могла опять приехать. Ни пост, ни чего. Но за это время я намерстала. Я читала Слово Божие, еще больше узнала. Я присутствовала на занятиях. Я молилась очень о книгах Игнатия Техноча. Они мне как на голос валились за бесплатно подарок. Один, другой мне дарят их. А у меня даже не было гроша, чтобы их приобрести. Мы тогда жили вообще. И потом уже на третий год я уже молилась. Я уже, Господи, да помоги ты. И так получилось, что и муж уже смирился. И я уже твердо решила, что я желаю именно здесь креститься. У меня появился в Германии священник в 2017 году. И он меня приглашал несколько раз. Давай я тебя погружу, давай я тебя погружу. Но меня смутило то, что у него безразличие. У меня-то было духовное рождение. У меня-то было и покаяние по Евангелию. А ему все равно. А он не хочет со мной порадоваться. И он меня не понимает, о чем я ему говорю. Я молилась так. И Господь... И у меня осталось вот это твердое желание еще с 2016 года. Я терпела, и я ждала этот момент. И очень много за это время я осознала. То есть и как бы с детьми, и с мужем неверующим, и друзей. В общем, Господь так все как-то... Устроил. Да, устроил. И у мужа родственник как-то вот так отсеклись просто. Плохие друзья тоже. Появились другие новые верующие. У меня на первом месте Евангелие Слово Божие, я с утра до вечера. Я вообще мало сплю, так как у меня четверо детей и занимаюсь священным писанием. Вот вы говорите истинные занятия. У вас не будет истинные занятия. У вас даже не будет рождение души, потому что вы не читаете Слово Божие. А раз... Это не то. Это когда ты сама читаешь и молишься, и говоришь с Богом сама наедине. У тебя интимная встреча с Богом. Ну, я тебе даю совет, вот видишь, ты сопроводеляешься, потому что ты не понимаешь. При ванной обстановке дашь совет. Ну, короче. Братный совет больше. Душа рождается, больно крещение Слово Божие. Да. Крещение оно вам ничего не даст. А вот я добавлю здесь, смотрите, что-то общее. В Германии приехали сюда креститься, Валентина Шортисон. Они познакомились с ней, она сразу ей книги. Она там в Германии, с дочерью, но они члены общины. В Германии. И она сразу не поняла. И она одета, вот как у нас под булавкой, вы посмотрите, чтобы у вас было одета правильно. И они так едем. И говорят, едем, когда, говорят, в церковь. И смотрим, женщина одна бегает там, видимо, занимается гимнастикой. И они знают, что она на нас смотрит. И думаю, смотрим на эту женщину, она в храме рядом с нами стоит. И форма тронула их так, а в лицерской крещении этого нет. И она, говорит, стоит рядом, у меня тронет ваше время. Так женщины обиваются. И она, говорит, смотрю, она уже молится рядом. Священнику стали говорить. Священнику за то, что приняли крещение, начал вновь, а потом встал по-русски. Они говорят, они работают. Почему? Дух общинности, что они узнали, они унесли туда. И это-то вот так. Вот тебе надо. Посмотри. С миром ради. С миром. С миром. Вот тебе и на. Это кто? Ну, проходи, садись пока. Это у нас в чате, Дмитрий Лемеш, это все наши. Это у нас в чате, Дмитрий Лемеш, это все наши. Из Москвы. Из Москвы приехали. Это, ну, понятно. Общение по... Поставим. Сейчас, в чате сюда поставим. Да. Наконец-то можно будет. Да. Так. Валерия. Да. Оказываю влияние. На мужа. Избрание. Вы можете бы этим посоветовать сейчас и выбрать один из этих вариантов, которые мы вам наговорим. Господь правит, точнее, какой вариант не буду выбирать. Вот. И по плодам и делам судить нас будут. Вот. И я пообщаюсь с батюшкой. Господь сердце. Он говорит, буду общаться со священником. По плодам и делам нас узнают, когда мы... Священников мы никогда не запрещали. С каким священником? С батюшкой. С батюшкой, пожалуйста. Пожалуйста. Дело в том, что... Нельзя? Нежелательно. Хорошо. Они взяли себе поручителя, батюшку, короче говоря. Вот так. Ну, а вот это. Я не знаю. Мои уши дома на занятиях нет, он поручается. Батюшку уже нужно тянуть за это дело. Он отвечает за вас. Какой поручитель? Когда ему все равно, здесь или нет. К сожалению, не услышали моих глаз об ответственности за родственниками души. Да. Он за это отвечает. Он отвечает за вас. А у вас нету или нету. Это все его поездки по монастырям. Это впервые у нас прецедент такой, что целая семья пришла и не хотят быть в общении, а просто креститься. Все про то, что мы не выносим. Мы не выносим. Мы не достаточны для любви, и если ее не увидели, то это только беда их. Да. Так, дальше. Я прошу прощения. Нет, уезжать надо. Ты что? Боком. Да, да. Павел. А, ты будешь к нам послужить? Хранит, мой Господь, да. Вангел охранитель. Стоять там. Вангел охранитель. Стоять там. Да. Ты с Алексеем встречался? Да. Насчет земли, какие-то общественные выделения. Да, мы с ними разговаривали. Возьми, я говорю, только на тебя выходите. Это может пролететь вообще не знаю как. Что за этим проется? Только юристы знают. Я сказал, где была контора, где школа. Хорошие идеи. Ну, как все это, реши, дай ему совет. Куда земли выделить, где общественные? Где у нас стадион должен быть? Нет, что. Наталья. Я Усатая Наталья Николаевна. Подожди. Подожди. Тридцать один год. Проживаю в Германии. В городе Падерборн. Как город? Падерборн. Падерборн? Падер. Падерборн. Под советскую оккупацию. Да. Это северная часть Германии. Так, с кем говорили? Ваши бумаги давайте все сюда. Подорог. Да. Как переводится? Можно индекс написать. 33-106. Так, бумаги, которые давал я вам, ты, вы все сюда пошли. Не переводится. Да. Эти бумаги никуда не идут. Просто в архиве сортованном. Во Святой Троице я уверовала по Евангелию. Но я еще и раньше, как услышала о Святой Троице, я просто приняла и молилась. Все молитвы я знаю, так как читаю утренние, вечерние правила, в течение дня. Мои самые любимые молитвы, которые я их услышала и увидела в молитвослове. Я их даже себе выписала. Это Песня Святая. Святой Божий, Святой Крепкий. Царю Небесный и Утешитель. Это была самая моя любимая молитва. И когда мне было тяжело, я всегда Духу Святому молилась. Хотя я вообще понятия не имела. Царю Небесную. Да, но на церковно-славянском, потому что это, не на русском. Но я как-то задавала такие вопросы. Отче наш я тоже знаю. Символ веры мне как-то очень тяжело давался наизусть. Не знаю почему. Я в Германии просто, когда уже читала с утра до вечера, я его просто добила. Несколько раз прочитала. Духу Святого истину? Нет, символ веры. Ну, а у вас не поюстинова? Нет. Я когда ходила в хоре в Молдавии, на Молдавском я его, я с кем могу. А на русском я его не могу, не знаю почему, выучить. И потом я его выучила. Я его не спрашиваю, Наталья. Нет. Говоришь, спрашиваю. В символе вере Духа истинного там-то произносила? Да. После Духа Святого. Уверовала я по Евангелию. Вера у меня евангельская, не то что православная. Уверовала я от Евангелия полную от руки, у меня было покаяние. Я увидела себя среди того народа, которые кричали «Распни Христа! Распни Христа!». Ну, я осознала, что я своими грехами тоже распинала вереса. Дверь открыть, чтобы отрыть в детей другие. Вообще, от чтения Евангелия меня больше всего подвигло, потому что мне никогда никто не говорил правду в глаза. А правду в глаза мне всегда говорил муж. Хотя он и не верующий, но он всё-таки со стороны всегда видел. И меня всегда совесть судила. Я не знала, как избавиться от греха. Я просто начала молиться Богу, Отцу. Я знала, что Он сотворил небо и землю живым словом. Одним словом. Я в это имела веру, в молитву имела веру. И всегда, когда я молилась, я получала ответ. Я начала молиться, Господи, а как избавиться от Христа? А где есть истина? И у меня просто такой тихий голос говорит, читай Евангелие, читай Евангелие. Я начала читать Евангелие от Луки, от Матфея, от Марка. Оно у меня как-то это... Ну, там было всё понятно, оно меня не затронуло. Даже раздражение у меня какое-то было, что почему повторяется одно и то же. Да, и потом от Луки тоже начала, и опять одно и то же повторяется. А потом говорит, читай, читай. Я начала читать дальше. И когда вот это было распятие Христа, когда Пётр говорит, и ты был с ним. Одна женщина видела среди учеников, когда он говорит, не пропоют петух, и ты отрекёшься от меня. И я поняла, что своими грехами я отрекалась от Христа. Я это осознала. И у меня было покаяние, осознание своих грехов. У меня тогда самое настоящее было осознание своих грехов. А уже потом я уже начала дальше читать. И я уверовала, и я не могла понимать, как это... То есть отец и сын, да, Бог, отец Яхва, сущий, и Бог, Иисус Христос. Это одно и то же, как сын в отце и отец в сыне. И я поняла на самом деле, что я это не вмещаю. Я начала молиться. Я уже была тогда в положении, беременная. Я сидела вот так на кровати тихонько. И я говорю, как это так может быть? Я не понимаю. Я говорю, Господи, ну открой мне. И у меня такой тихий тоже голос был. Это Иисуса Христа голос был. Говорит, я поняла, я есен Бог. Я такое услышала. Я поняла, что Христос есть Бог. И у меня была такая радость на душе. То есть я поняла, что Он Искупитель. Что Он может прощать грехи. Он Марии Магдалину исцелил. Прокаженного исцелил. От бесов исцелял. Бесноватых. Я поняла, что только Иисус Христос может простить грехи. Я знала, что я раб греха. Я боролась с ними. Я не могла избавиться от этих грехов. Мне никто ничего не говорил. И потом я уже начала читать Евангелие от Иоанна. Она меня просто как это возродила. Я как будто заново родилась. И когда я дошла к притче о Самарянке, я говорю, Господи, дай мне такую живую воду, чтобы я не жаждала. Но я поняла, что это... О воде не такой простой. А я не поняла, о какой воде. То есть о знании священного Писания. Оказывается, о духовном. Жажда вот этой души. Жажда слышания Слова Божия. И тогда у меня начало... Это такое благодатное состояние было. Я поняла, что я заново родилась. Я как грудной ребенок была. Я ничего не знала. Я начала сразу свидетельствовать мужу. Ну как ненормально. Она начала всем доедать, что Христос родился за нас. Что мы живем неправильно. Что Он есть Бог. А он говорит, да какой Он Бог. Как начал он на меня это сомневаться. Вот это да, обличался он у тебя. Так он обличал меня, а он не знал, что я на самом деле... Я всегда каялась. Я знала за собой свои грехи. Но я не знала, как от них избавиться. Я искала. Я к священнику походила. Я среди монахов жила. Я у священника дома за детьми. Я его смотрела. Я жила... То есть мы настолько плотно были. Я читала европейскую Библию. Когда подходила к нему, он говорит, это сектанское. Это не нужно читать. А я так полюбила Бога. Именно тогда у меня возвратилось это. И тогда я поняла, что Бог все сотворил словом. У Него слово живое и действие. Я в это имела веру. Поэтому я всегда... И у меня была такая молитва, знаете, детская. Я всегда открывала свои желания. Кто-то меня обижал. Я никогда не ходила жаловаться. Я только вставалась на колени, в углу, в комнате всегда. И Богу плакалась по-детски чисто. Мать обидела, отец обидел. В школе нехорошо. Сдать что-то не могу. Но вот такие вот, именно такие желания к Богу, они плотские были. Не то, что во спасении души. Я не знала, с чего просить у Бога. А потом, когда я начала искать Евангелие, я говорю, Господи, прийди, спаси меня, исцели душу мою. Но я поняла, что это ненормальное с моей душой происходит. Я не хочу делать греха, я делаю грех. Я поняла, что я раб греха. И когда я это... Иоанн Креститель говорит, порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Змей. Я поняла, что я тоже тот змей. Я тоже даже по рождению ехидны. Потому что я раб греха. Я служу греху. Дьяволу служу. И когда я читала Евангелие от Иоанна, Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он лжец, отец лжи. Я даже сама себя испугалась в тот момент. Да, и у меня это открылось. Я почувствовала прощение, что Бог меня простил. У меня такой прям камень из души, как жирновый камень. Как будто кто-то повесил. И вот на дно он меня тащит и тащит. А я пытаюсь, захлебываясь, не могу. И тут я почувствую, как Христос простил меня. Я почувствовала это прощение, эту благодать Духа Святого. У меня было рождение именно на этой притче о Самарянке. У меня жажда такая была, Слово Божие. А потом я начала молиться, Господи. Я поняла, нигде нет этих православных христиан. Я не встречала ни сирийцев, христиан, ни греков. Я не встречала верующих. Ни Молдова, ни Румы, ни Болгар. Ни из Украины, ни из России. Нигде не встречала этих верующих. Даже среди монахов. Я поняла, что то, что описано в Евангелии, оно нигде нет. Я начала молиться, Господи, а где есть такие истинные христиане, православные, которые бы наставили меня, как мне спастись. И я открыла ленту Ютуба в интернете. Я уже закончила читать Евангелие, села на кровать. Это все было ночью. Я читала, потому что дети спят. То есть не дети днем, а некоторые не читают. Приходится ночью читать. И там Андрей Акуратович. И я сразу, мгновенно на него, он открылась на роли. Дион говорит, Андрей Кураев, есть какой-то проповедник. Обязательно говорит, зарядите в Ютубе, в интернете, посмотрите. И я сразу зарядила Игнатию Латкину. И там вышли скайп-беседы. И я поняла, что этот человек выходит по скайпу в беседу. У меня был скайп. И у меня такой, это тоже тихий голос. Звони, звони сейчас. Я такая, звоню наугад. Это самое, Игнатию Тихоновичу. И он сразу поднимает, помню, тогда Володя был. И у меня был такой вопрос, который меня задел больше всего Евангелие. Кто любит отца, мать или сына больше, чем меня, не достоин меня. А я думала, что надо бросать мужа и детей, и бежать на монастырь. Ну, да. И по этому вопросу я начала это молиться. И я задала этот вопрос Игнатию Тихоновичу. Я не имела понятия вообще, с кем я говорю. Но я поняла, что Бог говорит именно через него. Я услышала голос Божий. И он говорит, так, займись Евангелием. Надо изучать Евангелие. Говорит, не смотри ни на мужа, ни на детей. То есть, никакие монастыри. Изучай Слово Божие. И у меня, кстати, было покаяние, рождение свыше после встречи. И после первой, второй, третьей беседы с Игнатием Тихоновичем по скайпу. Я поняла, я почувствовала вот эту его молитву, что кто-то за меня молится, и у меня прям такое желание. Вот эту вот силу молитвы я почувствовала. И для меня был вот этот только вопрос. То есть, надо бросать семью и детей и бежать в монастырь? Или есть какой-то другой путь спасения? Оказывается, есть другой путь спасения. Я могу благовествовать всем. Могу рассказать о Христе. Я живу в этом мире свободно. Меня уже ничего не привлекает. Мне все равно, кто там что идет. То есть, я как это? Я спасаю свою душу, но я могу жить и в миру, оказывается. Не обязательно бежать в какой-то монастырь или прятаться где-то в пустыне. Вот это главное для меня вулк. Вот как спасаться? И потом я уже, почему я спрашиваю крещение именно здесь. Я тоже молилась о священнике. Мне даже предлагал священник в Германии, давай я тебя покрещу, зачем ты поедешь туда. И многие люди мне просто говорят, зачем ты потратишь столько денег на дорогу, оставишь детей. Моя мать тоже говорит, приезжаю в монастырь и тебя покрестим. А я нет. Мне нужен священник, который имеет страх Божий, боится Бога. Он отвечает за меня. Я могу в любой момент позвонить ему, посоветоваться с ним. Я имею доверие именно к нему. И к Игнатию Тихоновичу я тоже имею доверие, потому что у меня были такие жизненные вопросы, на которые никто не мог на них ответить. И только он по Слову Божьему мне ответил. То есть в Священном Писании. Не то, что он говорит от себя, или то, что я полюбила, то, что лично его. Я полюбила именно его, так как он родил меня, он молился за меня. Я читала Евангелие, у меня появилось рождение. От него я услышала Слово Божие, которое всегда хотела знать, именно Священное Писание. Я тогда на тот момент в детстве читала только детскую Библию, Ветхий Завет. И вот мне кто из пророков больше всего понравился, это Илья и Елисей. Илья, потому что он такой мужчина, такой ревностный. А Елисей, то, что он имел такую силу, он земли пахал. И Господь его избрал. Как говорится, там это говорит священник, говорит, Елисей, ты очень много трудишься, говорит. Бог любит тебя и воздаст тебе добро за твой труд. И поэтому мне нравилось. То, что я вижу, что здесь трудятся. И то, что, как говорится, Господь говорит, смотрите по плодам. У хорошего дерева хорошие плоды, да? Приходят люди верующие, покаяние. Душа их не встретила Христа, познала Христа. То есть я верю, что здесь присутствует Дух Святой. И что здесь община, как и написано, в деянии апостолов. Собирались все, изучали Слово Божие, нужды чьи-то разбирали. То есть ты не чужой человек, у тебя что-то случится, ты можешь обратиться. А где-то в приходах или в священниках, даже иди в тот же монастырь, тебя никто не примет. Тебя может принять только верующий человек, который любит Бога и боится Бога. И исполняет заповеди Божьи. Я тут не досказал, чтобы знали. Допустим, этот вариант избираете, а мы пойдем у батюшки. Можно, конечно, все заранее даже отчет дать сказать. Дело в том, что вы не члены общины. Батюшка не решает. Решает заявление в церковный совет. Вот какое дело. И вот ко мне приходят люди очень хорошие. Один сотрудник краевой администрации, а другой района, где я нахожусь. Городы, все у них как надо. Но они крещение еще не приняли. Но уже мы им разрешили. Они пишут заявление, можно ли вас посетить? Можно. Это обязывает уже. При следующем воскресенье. Если тебя не будет, ты должен дать отчет. Ты скажешь, а я был храбрый там. Или был мусульман. Или у баптистов. Это по ее делу. Вот только ты не спал. Но если ты два воскресенья нигде не был, мы тебя уже не знаем. По-новому тебе писать надо с нами, знакомиться опять. У нас правила есть. И правила, выработанные жизнью. То есть твою вот эту тепло-хладость, кисель, мы ее растрясем. Или ты уйдешь отсюда. А ты, видишь, я ничего не обязан. Да не хожу на занятия. Ну и пошли. Ну я не член общины. Видал я вас таких. За этим так роются костыли твои горбатые. Ты такой же останешься. Креститься он может. Это тебе ничего не даст. Ты не в общине. О тебе заботы нет. Ни о детях, ни о тебе. И молитвы той нет. Потому что ты это тут не вышелся из брата. А вот я буду ходить, когда захочу. А вот не будет такого. Мы разрешили при условии, которое у нас никогда не нарушалось. А вы разве будете так, что сегодня сюда можно, но только у них там куда пошел, чтобы ты до конца был в собрании. И с этого момента платил десятину. Кому? А где бываешь, где в священник, потому что давайте здесь, значит здесь. Мне ни рубля не было за всю жизнь. Ни от кого. Мне в этом никто не может обвинить. Я наоборот только отдаю. Если вы уже решились, вы должны просчитать все дальше. Что за этим следует. А следует то, что вы выпадаете из-за боем. И вас уже нет. Мы с вами с вами советоваться и не будем на благовестие поехать. А почему? Вы ничего не в общине. Теперь. Закон я рабой давит. Если тебя встретили, ты благовествуешь. Закон тебя арестовывает. И ты будешь отвечать по полной программе до трех лет. Сегодня закону работает. А настройки не может. Почему? Ты член общины проходил. Мы даем справку. Он прошел полный курс обучения. На обратной стороне регистрация отдела юстиции. Ни в одном храме московского патриархата такой справки не дали еще. Они глушат. Они ненавидят проповедь. Наши люди, которые в других местах. И они там обращались с священником. Ну дайте справку. Вы же она знаете. Даже может решено проповедовать, как Андрей. Приезжает. И смирняет. И никому не дали нигде. Мы выдали сразу 18 человек. Справка. Она это что? На бланке нашей общины. Стоит крещать. Что он прошел полный курс. Вот батюшка расписался. А на той отдела юстиции регистрационной. В общем, милиционер подошел. Ну все, закон. Закон новый. Уже приняли. Он уже действует. А ты нет. Да и пошли. Вот еще один ходил. Еще буду. Лучше я полежу дома там. Покурю или телевизор посмотрю. За этим-то целой череда тьмы. Ведущая в ад не в небо. На листарище. На столе бегут многие. Ну а один получает награду. Павел говорит. И так бегите. Тебя никто не будет побуждать. А в общем, вот один я не был. Она никакая. А почему не пришла? Звонит. Вот она через дорогу живет. Бабушка. 93 года. Мы стали молиться. А ее нету. Я молел ее бабу с Женей. Уже пошел посещать ее. В чем дело? Заболела. Да лучше это никак. Держи подрук. Я тебя приведу. Никто искать не будет. Вот он. Игорь Валентинович. Мы в Шаршино проповедуем. Бабушки далеко. В районный центр. Они приходят. Он их оттуда развозит. Знает, где живут. Это уже люди, которые близки нам. Они нищие на общинах. Но он, точнее, на общину знает, что делать. Понимаешь, за это столько всего кроется. У вас непроходимые дегри перед вами. Вы этого еще не понимаете. То есть, это обстановка, в которой вы живете. Вы вполне ей довольствуетесь. Вам ничего и не надо. И с вашей стороны это правильное решение. Зачем она вам, мужчина, нужна? Вы не создавали, не создадите. И она не нужна. Потому что это дисциплина. Это строгость. Это непрерывно. Я буду спрашивать, как с молитвой дело, брат, идет. Под которой, в общем, они перезваниваются. Я каждое богослужение, хочется собрания. То есть, ими кратную молитву творили. А один. Подражайте ему. Ну, видите, как делается. Вы не понимаете, что избираете и от чего отказываетесь. И винить нельзя, потому что не знаете. То есть, совершенно неправильный подход. Я вам говорил, как я избирал. Я избираю, допустим, буддизм. Я изучаю его от самого начала до конца. Если я занялся мусульманством, со мной любой ученый не может говорить мусульман. Я знаю, сколько букв там. Сколько звучали. Какая сура. Где призывают убивать. Где милуют. Почему закон принят. Я спрашиваю, ваш основатель, кто? Мухаммад. Сколько сражений провел? Ни один не ответил. Ни один. Я говорю, 72. И только два оборонительных было. Остальное грабили караваны. За кем вы пошли? Ясно, да ты там, числа. Сколько убили в этот момент. Сколько заграбили. Почему потерпели поражение другие, а не эти. Вот так и здесь. Вы веру православную не знаете. Нам Бог высветил нас и дал такую свободу. Ведь сказать, что-то мы делали, это от нас легко было. Но по сегодняшний день нигде ничего нет. А архиерей-то местный дал характеристику на меня. Догматически. И, как он еще сказал. Канонических нарушений не обнаружил. Ничего нет. Батюшка едет. А они в московском патриархе. Он говорит, я иду, позвоню ему, справку выдает. Мы очень близко у нас все местное. Архиерей дает. И под судом не состоит. И под подозрением не состоит. Под следствием. Он едет в любом месте, может причащаться. А где? А в дорогом месте, где не дадут. Вот сейчас проповедуют. Пойдите, дайте, я пойду проповедовать, чтобы меня не арестовали. Они не дадут. Почему? Обращались везде. По всей стране. Никому не дают. А почему наша община? Благовестничество. А благовестие это то, что дает прибыль. Благодаря благовестию вы сидите за этим зеленым столом. И еще и еще не ходили. Это трагедия души. Из того, что сказала Антаря Викторовна, мне очень понравилось выражение, что она ощутила силу молитвы. Молитву, когда мы обращаемся к друг другу за молитвенной поддержкой. У нас существует в общине молитвенная группа. Группа поддержки, так называемая. Мы со всеми бедами туда ватсап и сразу все молятся. Звонок Натю Тиканучу. Они вдвоем или втроем находятся на Позоново-6. Бросают все дела и сразу на молитву. Тоже за столом ложку. Подноси ложку. Где еще? Назовите, где еще так может быть? Вот пишет, здесь город какой-то есть на Урале. А мы за столом сидим в лагере. Ой, у нас горе-то какое. Какое горе? Мы крышу раскрыли, перекрываем. Гороза идет, дождь, дождь такая. Помолитесь, позвольте. Я не имею этого сводка какая-то. Но мы сразу ложки положили, стали молиться. Она вещь, она говорит, чудо-то какое. И Бог развеял тучи. Над городом как дыра светлая. Солнце, а вокруг дождь идет. И у нас на крышку капли не пало. Вот эта Валентина с дождя сон приехала, когда крестится. Она всем говорит. Дождь идет. В воду сходить все развеяло. И вокруг тучи еще нет. Ну, потеряете где-то. И она посередине расскажет, как о великом чужии. Так что, это ваша молитва. Молитва вообще ничего не значит. Ответ на молитву. Ты хотел такую поддержку иметь? А это только возможно в общем. А почему? Она от Бога. Человеческими силами нельзя их создать. Повторяю, есть хорошие проповедники, а общих нет. Нет. А почему они кому-то не знают. Увы себя нарушают. Даже Алексей Тиняев говорит. Крещение это полное погружение. И берет пригорщи в обе. И льет военному на голову. Это фотография. Патриарх говорит правильно. Ребенка держит. Ноги торчат вот так. Одеты. Вот так вот. Ну, что смеются-то? А у нас нет. У нас все полное погружение. До единого. Я еще забыл сказать. Они не верят, Андрей с Валерией, что у нас зарубежная церковь. Они говорят, мы видели документы, где написано, что нас передали в московской патриархии. И это уберется. И в общем, на всю Россию. Две. Две. Которые никуда не ведутся. Стояли, стояли. И они образованы в комплексе. Образованы. И то, что они политические вещи устроили, мы туда не идем. Ребята, верну. У нас четко и ясно. Так. Продолжение с Натальей. Наталья. Первый пункт ты объяснила. Остальные согласны? Да, согласны. Так. Иначе мы не выйдем. Охот. Часто скажем, допишем. Так. С Натальей проголосовать надо. Кто за то, чтобы ее допустили до крещения? А что, вопросов нету? Нет. Тебе нет. Ты уже все рассказал от вопроса. Все что выросли. Первый человек. Шесть человек. Другой не проголосовал, потому что не знаю. Только и по тому. Так. По порядку я считаю, начать надо с Вячеслава. Я приехал с отцом и с женой. Фамилия не уйдет. Семенов Вячеслав Сергеевич, город Казань. Семенов. Семенов Вячеслав Сергеевич. Возраст 29 лет. Город Казань. Патарстан. Ну да, я приехал здесь с отцом и с женой. И это, можно сказать, чудом так получилось, что вообще мы приехали. Я даже не рассчитывал на это, чтобы сюда попаду. Конечно, постоянно вы молились об этом. Где-то уверовал я где-то 10 лет назад. Как бы веровал. До этого я еще с детства, с детства, конечно, я знал, что Бог есть. Но и знал, что самое важное в жизни это духовное. А все это материальное, это не так важно. Это мне все с детства. Поэтому в детстве, когда все в школе читали всякие книжки, я читал, мне попали книжки всякие тибетских монахов. Я читал всякую буддистскую литературу, медитацию и прочее. И мне там в 13 лет, в 14 я это практиковал. И у меня это все там получалось очень сильно. Выходы из тела и прочее. Потом я там начал интересоваться всякими другими вещами. Ну, связан с оккультизмом это все было дело в маленьком возрасте. И у меня начало такое образовывание, что православие это что-то такое, это обман великий человек. То есть это обман и просто люди, которые они слабые на самом деле, они верят. Поэтому там Бога такого придумали, такого личностного. И потом меня Бог как-то сломил. На один момент я попал в такую ситуацию, в которую я не был, у меня свои силы просто исчезли. И я понял, что есть ситуации, в которых от тебя ничего не зависит, от твоих сил. И я в этот момент молился Богу, и Господь мне сразу ответил, помог. Ну, сразу же просто. И я с этого момента понял, что Бог, человек от Бога зависим. И что Бог, почему-то мне сразу был понят, Иисус Христос. Просто сразу мне это вошло в меня. И я сразу пошел в церковь. И с тех пор началось вот это мое прихождение как Христа. Уверование. Уверование, да, началось. Оно началось не с Евангелия, оно началось просто с ситуации в жизни. Но потом уже, когда я там начал читать Евангелие, у меня читали слова, там такие были, видят, то есть, имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. И не... Да не обратятся, чтобы я исцелил. Да не обратятся, чтобы я исцелил. И меня это до слез пробило, я понял, что это ко мне относится. Я прямо сразу встал и обратился к Богу. Сразу же говорю, если Он написал, я сразу понял, что надо к Нему обратиться. И говорю, я ничего не вижу, не слышу, меня исцели. И вот с этого момента у меня так уже пошло такие сильные изменения. Я стал... Прошел первую исповедь в церкви. То есть, тоже у меня исповедь была не по Евангелию, то есть, не то, что я в Евангелии что-то прочитал. Я подготовка к исповеди, книжку у меня там приобрел. В интернете стал читать. Я понял, что вот это все, что я занимался, это дела бесовские. Это было у меня большое открытие. Я в этом всем покаялся. Господь с меня сразу снял. Вот все, которые до этого у меня грехи были, все, что с этим. Он сразу меня это все убрал, так и ничего не было. А ведь это все знали и говорили об этом. Сейчас подождем. Подождем. Время есть. Можно маленечко время назад отмотать и спросить, задать вопрос Наталье. Один вопрос я хотел задать, но вот все. Ну вот уже идет Игнатий Тихонович. Ну продолжу. Такой интересный вопрос. Наталья, а Вы могли бы выделить самые главные моменты из всего того, что Вы рассказали, что побудило Вас? Все. Давайте продолжим дальше. А кто-нибудь закончил? Вы уже решили? Наталья, лично расскажешь. Сейчас вам в порядке. Лично тебе расскажешь. Да, на причем. Хорошо расскажу. Ну вот если королич, тогда я буду рассказывать. Да. Да, да. Покаяние. Да, покаяние у меня было по подготовке к исповедию книжки. То есть я там все грехи. Я с ними согласился, что я в них согрешил. Я их, очень мне тяжело было их называть. Я их назвал, и я чувствовал, что меня Господь сразу простил на исповеди. Но побуждение было через слово Божье. Побуждение, да. Побуждение, чтобы меня открыли. Ну и как бы меня открылось, что это там истина после этих слов. И прям однозначно. Твердо, сто процентов. И еще мне человек один помог, он православный верующий. Я еще когда не был так сильно в вере, я с ним когда встретился, у него была такая твердая вера такая. И он говорил мне, ну допустим, все, кто ему вопрос задал, пытались его забить. Он так твердо отвечал, на меня это призвалось впечатление. И его спросили, откуда у вас такая сила? Он сказал, святая троица. Вот он мне. И меня это прям как пробило все. Я думаю, как так, святая троица так уверенно говорит. Вера такая. И вот этот человек на меня повлиял. Это мой первый духовный отец, можно сказать. Он меня, от его веры я как бы... Да, имя, фамилия. Смирнов Андрей Викторович. Известный, кто он вверх. Мирянин. Вот от него я уверовал. У меня до сих пор с ним связь. И вот с тех пор я уже много читал. И Библию читал. И святых отцов. Но вера у меня была монашеская. Все монашеские труды, которые есть, я все перечитал. И вот у меня строго была вот эта прививка монашеская. Она вот сейчас из меня выходит. Буквально полгода, когда я с Игнатью Тихоничем. Я читаю его книги. И с меня она пелена, вот такая с глаз лазит. Многая, то есть очень много чего слазит. И прививка. У меня очень мощная прививка. Московской патриархии во мне есть. И с меня она тоже слазит. Сейчас, в данный момент она слазит. И уже много чего очень слезло. То есть вот это обещание. Потому что у меня была вера потом уже очень сильная. Я и посты все держал. И веровал. И вот. Но потом пошло, когда я чем больше соприкасался. Больше там ходил в храм. Меня там уже и алтарником хотели сделать. И проще. У меня она стала... Не жалеешь? Умирать. В чем? Что алтарником не стало? А, нет. Сейчас не жалею. А потом, да. Сейчас вообще не жалею. Неграмотно. И она стала умирать. И у меня началось лицемерие. То есть, что я внутри один, а наружу другой. Да, я стал чувствовать, что этот лицемерие. И это все скрывалось под ликом смирения. То, что ты можешь делать грехи, но если ты смиряешься, то это перед Богом будет нормально. Потому что важно, что ты не то, что как посты держишь, а важно, чтобы смирение у тебя было. Я вот это унаследовал, я некоторых не так возможно понял, вот это у меня как проникло. И оно меня очень сильно развратило после. У меня пошло сжигание совести, сгорание ее. То есть, я потом уже сейчас оцениваю, что оно пошло сгорание. И до того дошло, что я просто уже вмолился Бога. Я понял, что я уже не вижу истину нигде. Ну, то есть, пошло уже истина куда-то. Я вмолился, стал перед Богом. У меня уже пошли грехи, стали ко мне все возвращаться. Я вмолился перед Богом, говорю, вот Господь, покажи мне истину, где она точно есть, чтобы я точно знал, что она есть. Я тогда встану на нее и больше никуда не сойду. И буквально в ближайший месяц я уже наталкиваюсь на Игнатия Тихоновича, на Сергея Павелизованного. И вот я хотел, я начал смотреть его, и вот в меня начало проникать. Вот я начал это изучать. Я понял, что я считал себя верующим. Всегда, вот эти 10 лет до этого, полностью верующий. Как бы я досмотрел, все, кто в царе ходит, они менее меня верующие. Я так оценивал это. Потому что я встретил с Игнатия, еще я понял, что не верующий. То есть, я не верующий, я не верю ни в Слово Божие. И у меня он основан на каких-то там церковных суевериях. Каких-то церковных, монашеских преданиях и прочее. Ну и с тех пор я понял, что все, это тот путь, мне Господь показал. Я должен все посвятить, чтобы мне, чтобы научиться всему, чему возможно. Вот у Игнатия Тихоновича верю. Вот что возможно, я думаю, он будет у него научиться. Я начал читать его книги, начал ему звонить. И самое интересное, что без каких-то, я вот удивляюсь, это не моя вообще заслуга, я это не заслуживаю. Меня начало очень сильно изменять. Без моих каких-то заслуг. Я начал, допустим, все вопросы, стал разбирать. Борода. Мощная прививка патриархии дает, что это не важно. Борода. Очень мощная, ее так не сбросить. Я встал на молитву, Игнатий Тихонович мне сбросил материал, я прочитал, но у меня они не уходят. Я как бы вижу, да, у всех борода, все всегда с бородой, Христос с бородой. Но то, что это обязательно, непонятно для меня это было. Я начал изучать копать. В течение месяца я накопал очень много материала, я могу скинуть даже. У многих таких это нет, этого материала. Я накопал и молился Богу. И Господь мне через часа показывал, что эта борода важна. Через месяц я был уже 100% своего, другой человек был. И я понял, что меня вообще, ну, как я мог думать по-другому вообще, как меня обманули. Дальше по крещению тоже. Это же принять, что ты не крещеный. Когда ты 10 лет уже исповедующий причащаешься, это камень такой сдвинуть у себя там. Это очень тяжело, невероятно. Только на молитву это можно сделать. Я вставал каждый день на молитву. Каждый день просил Бога, чтобы Господь не отдал. Истинно ли то, что говорит Игнатий Тихонович о том, что крещение такое, оно и действительно. Истинно ли это? И параллельно я опять-таки изучал каноны, все это смотрел, смотрел, смотрел. Потому что я видел, да, крещение не трекратным погружением. Написано там недействительно. Но там сказано, что там Нива Иисуса Христа, а вот если у тебя есть патриархивная закваска, то она это может извратить и сказать, ну там же не сказано, что оно не будет действительным, к примеру, в этом каноне. Я отключал и потом нашел в 49 каноне, оказывается, там написано конкретно, что является истинным крещением то, которое выполнено правильно. Написано прямо. И это в толковании написано. То есть в толковании я прочитал, я смотрю, что там написано, что там считается истинным, которое правильное, то получается это неправильно. И оно значит, что оно не истинное, не действительное. Для меня это открылось, я это принял, и Господь через молитву мне это показано утвердил очень сильно. После меня жена моя отвергалась, хотя я ей не слух, я ей сказал про себя, про нее ничего не говорил. Она начала так же, в течение месяца утвердилась в этом. И мы начали сразу искать, что надо принять настоящее крещение. И стали в Москву, там нашли священника, и уже договорились, представляете, и вдруг он пропал, связь пропала, на меня не выходит. Я посчитал, что это промысел Божий, я так оказался в итоге, в итоге, когда у нас так и есть. Я думаю, когда будем молиться, мы не готовы. Мы начали выходить полгода, мы выходили примерно из храма, как оглашенные. А это тоже преодолевать надо, чтобы ты, никто же не выходит. Самостоятельно провели такое решение. Да, выходит, потому что мы крещенные, значит, если мы не крещеные, мы не можем находиться с верными. Я точно сделал. Да, и мы стали выходить, я стал выходить. Потом жена стала выходить за мной. Да, потом отец уже стал тоже выходить. Хотя я так особо и не говорил, я просто говорил, что вот так и есть. А они уже после меня в итоге, просто везли, все, и выходили. Мы выходили, нас смотрели после, спрашивали, мы уже не меряло это все. И вот по всем вопросам, которые меня разделяло с вашей общиной, все вопросы постепенно начали отпадать. Просто я начал их разбирать, и на молитве, и так, и они начали все отпадать. И самое главное, те грехи, которые, когда у меня начали пугаться, я постоянно исповедовал, все время их исповедовал, постоянно одни и те же. Вдруг их как рукой сняло. То есть их сняло не так, что просто, как вот так с Богом, а я просто почувствовал, что я их, оказывается, по своей воле выполнял. Не потому что там, мне, как это объяснилось, что сейчас люди немощные все, и они как бы должны грешить, и вот они смирением только спасаются. А я увидел, что именно Тихо еще показал, что ты сам это делаешь, эти грехи. Ты сам выбор просто делаешь в пользу них, и все, ты сам себя допускаешь от этого постоянно. Я просто их отрезал, и все, и нет вот этой основы. Внутренних-то грехов всяких-то много, но вот те, которые меня всегда мучили, они были отрезаны на сто процентов. Я их больше не вспоминаю, как будто их не было, как будто не со мной вообще. Это я все благодарен. Проповоди, конечно, тоже игнотикнущие, не избежать все. И Слово Божие по-другому засмучало. До этого я читал, и оно было как бы, ну, как философское для меня больше, не настолько. А сейчас я просто читаю его, я повторяю, повторяю, потом он у меня не войдет. И оно входит, и понимаешь, ну вот же, оказывается, тебе это конкретно говорят, вот так-то и так-то делай, так-то и так-то понимай. Все понятно и конкретно. А вот эта муть, и оно, вот это облако с головой, оно постепенно сошло. И вот оно и продолжает сходить, много чего сходит. И вот так получилось, что Господь так позволил, что мы, Игорь Ильич, решил сюда приехать на крещение. Если мы пройдем тот совет, и мы будем благодарны и Богу, кого клинипите, кому не примете, мы будем благодарны от любого абсолютно, если да, примете, то на крещение, то благодарны. Если не примете, еще сильнее благодарны, потому что мы, стремление однозначно, ну, такое же, как и было. То есть мы однозначно выбрали путь, и я уже туда не пойду, я знаю вот эту муть, которая там есть. Вот эта вся, она не, она, это смерть великая, она ужасная смерть, она извращает, она потому что строится как будто на духовном, но извращает все, просто все. Вот это недержание постов, вот это ложное смирение, вот это угождение людям, это все очень, это мертвое, которое все возвращает тебя в тяжелые грехи, которые внутри тебя зреют и никуда не деваются. Ты такой же остаешься, как и было, еще хуже становишься. И это все будет скрываться под названием, потому что ты больше еще, свои грехов должен быть видеть, как песок морской, а на самом деле ты больше грешишь, а не больше видишь грехов. Это вот такая подмена происходит часто. Вот, что еще бы хотелось сказать. Конечно, по всем тут вопросам я могу, ну, и по троице это все ответить очень легко, по догматам, это мы хорошо все знаем, по канонам, каноны хорошо тоже знаем. Да, я это все понимаю. Про своих я могу, так сказать, родителей, допустим, отец у меня недостаточно катехизирован, то есть не так, он после меня все время идет сейчас. То есть он от меня, можно сказать, верует, и я только могу этим, то есть поручиться никто за них не может, и за меня только Игнатих еще может сказать, я ему крыли поручиться, никто кроме меня не может. Я только могу сказать, что я буду максимально в это вкладывать, потому что ничего, как бы, катехизации вот у отца, допустим, недостаточно однозначно по догматам и по знанию Слова Божия и прочее. А жена моя, она со мной постоянно учится, со мной, насколько, она просто подхватывает все, что я делаю молча, просто подхватывает, и даже, я удивляюсь, это мне Бог как-то послал ее. Благодать на благодать это называется, да. То есть ты за паровозом сидел. Жена, если еще, вот это благодать, какая жена, как у тебя, скромная. Он знакомый, приехал в аптис, лежит, говорит, на диване, целый день, говорит, ты поешь, никуда не идет. Я говорю, а жена-то вернусь, а куда она денется? Я вообще на нее никак не давлю, я ей ничего не говорю, там, ты вот так должен делать, она сама за мной подходит. Вы можете все подскаживать. Да, остальные вопросы, которые там вас не заинтересовало, почему именно такие вопросы дополнительные там? Ну, понятны они. Смысл вопросов, в том заключается, все, что из чего человек состоит, направить в одно русло, в божественное. Вам нигде в тысячи храмов пройдете, никогда и вопросы не задут, они их не знают. Вот хотелось бы еще вопрос, чтобы вы сами это разобрали, чтобы это, что у вас же не отошло, потому что у меня отец, он в разводе с моей матерью, да, и у него новая жена, вы должны разобрать и понять, насколько там все законно и экономично, чтобы можно было допустить до крещения. И вот эти все, потому что это основной момент, который может препятствовать, и если все правильно, то все правильно. Если, ну, то есть, вы должны... Вы должны ваши... Почечка звонил, интересуется. Опытно. Вопрос ясен. Ясен, ясен. Так, только по порядку. Проголосовать. Кто за то, чтобы допустить Вячеслава до крещения? Вячеслава, да. Да. Шесть. Так, я считаю, по порядку жена должна быть, потом отец. Да. Да. Жена. Шесть или семь? У нас вообще семь... А, Севастяна нету, шесть. Семенова. Екатерина Андреевна. Записали. Шесть, так. Вот шесть. Семенова. Отчеркни, сейчас стоит. Да, 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 да. И сказали. Наконец-то голос услышали. Возраст. 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 Подмечен. Я думал, призворяется, а нет, все. Понимаю. Так, для сведения, пока запишите, скажите. Появилась статья, называется «Из тьмы язычества». Эту статью перепечатали в Алтайской комиссии, это метрополичная газета. И в университете, в котором я водил, Цепельникова, женщина одна. Кажется, Евгения Павловна. Она провела исследование. Три тысячи студентов опрашивала в течение пяти лет, которые учатся. Написано, какой возраст, сколько. Туда входит сто групп. Студентов. Сто групп. И она определяла, задаю, допустим, 12 вопросов. Крещен, не крещен. Что такое целомудрие, стыдливость. Когда надо верить, какое время. 99,9% людей крещеные. На 300 человек только один что-то знает. Чтобы длиннее было. Цепелька стяжательница. Только ради денег. Это большинство. В молодости надо решить, в старости каяться. 90%. То есть она оправщик пять лет, четко и ясно. На 300 человек, потом не храм, а это люди из разных храмов, везде. Один только ходит, четко, ясно, защищается. Но обвести тоже не может. Слово, не знаю. Алюша, ты слышишь меня? На 300 человек один. 0,3%. Еще спрашивать. Вообще некого. Но это доказательство. Я архиерею подал. Некому был. Надо же. А я просмотрел, Антоний был. Как такой материал прошел. Я говорю, с этим материалом я здесь на суд божий. И он, что ли, умер. 41 год был, Антоний Масимович. Вот и весь ответ. Мы в епархии находимся. Наш епископ, и вот, вдруг он подошел потихоньку и двери открыл. Мы говорим, что, недавно покушение на меня от своих же было. Тут же в епархии в нашей. Что не понятно. Вот это нам нравится. Я ничего не отмечаю. Я пришел и ушел. А ты оставь свет там какой-то. Чтоб изменилось что-то. По-другому было. Ну что, не получится. Не получится. А вот в общем не получается. Мы будем до конца договорить каждое слово. Сокровище, которое Бог не всегда создает. Я говорю, а вы пытались сделать? У нас были священники. Пытались. Записывали. Фотографировали. Ни один за 30 лет у себя ничего не мог создать. Притом расположены. Их дети у нас были, священники. Сразу священники другие бросились на них. Раздавили, как голубина. Все. Они не допустят. И поэтому для меня это... Ты должен понимать. Вот вагон заблеванный. Там поправляется, открытился. И в общем, это идеальный порядок. В каком вагоне поедешь? Тут надо трудиться. А там ничего не надо. Есть одно Сарство Небесное. Крещение не надо. Исповеди нет. Причищайся хоть каждый день. И ты все равно в Сарстве будешь. Сто процентная ложь. Ян Златоуз говорит, лучше тело мое отдам собакам, псам, чем недостойно причищающимися. А сегодня подряд. Кто не причищался? Кто не причищался? А мне это нравится. Ты понимаешь, за этим кроется, что ничего еще там нету. Такое сравнение. Ну, не с чем сравнивать даже нет. А я буду там. Исповеди не вытаскивают оттуда. Когда предложено было, чтобы все время сходил на собрание. Здесь у нас на Богослужине. Отмечаешь за это. Ты увидишь, как тебя начнет Сатана трясить. А чего надо мной командовать? А кто такие это? А чего им надо? Они тут руководят. Они тут устроили себя. Представьте, кто. Понимаешь, я не скрываю, теперь говорю. Вот я первый раз сижу, раскрыл рот. Евангелия-то не было. Мне еще не дали даже его. Я моряк. И вдруг оказывается, Евангелие из Библии. И говорят о десятии. Бог говорит, испытайте меня. Не открою или небо для вас. Пролью на вас благодатные дары. Я ничего не знаю. Но внутри огонь ревности. Несонность сижу. Я тоже решаю. Не десятину буду платить, а девять десятин. Из ста рублей заработаю 90 на дело Божие. 56 лет так прожил. И вопросов не задавал никому. Почему? Так никто не будет делать. А почему делаешь? Во мне огонь горит. Еремея говорит, я усилился молчать, но не получалось. В костях моих как огонь был разлит и все разрывал. Разгорись огнем. И тебя все вопросы сгорят. И ты всепишься, волоком будешь тащиться за Христа, за Лизу. Господи, только не отпускай меня одного. Ты никому там не нужен. Ты понять еще не можешь. Примешь крещение, не примешь. Не было тебе два года. Тебя никто не спросит, искать не будет. У нас сразу звонки начинаются. Посылаем посыльных, смотри. Ты еще не понял еще. Ты мертвец просто. Мертвец сам настоящее. А когда ты оживешь, ты скажешь, Господи, а где я был? Каким духом здесь Господь все наполнял радостью? Вот так, чтобы человеку говорить, говорить, рассказывать, это первый раз за 30 лет. Я не встречал такого. Это может быть такое. Припер полной омертвелости. С тебя не отрекся. Гордыня распирает. Не гордыня, гордость. Я не люблю это слово, гордыня. Ничего нет. И не будет. Там ждать нечего. Это писал еще. Варшенкин. Он писал, говорит, если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярый, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. А ты скажешь, Господи, я столкнулся, где мне помогать будут, мои таланты развивать. И таланты развиваются такие, ты можешь на стадионе выступать. Тебя будут звать на благовестие, там ты никогда не падешь. Священник посетил, ну и посетил, что пришел, ушел. Он на благовестие не ходит, это 100%. Он не поедет с евангелями никуда раздавать, 100%. И ты ему не нужен. Ответа главное, приобретение душ. Небо радуется, когда на душу обращается, когда от всего отрекается. Вот мы беседовали, такого-то января, я так сказать, и в мае, в полпятого утра закончили беседовать. Отец Геннадий встал, я православный. Я в одном собрании, в Далее проповедь, говорит, у баптистов 450 человек, это большое собрание. Представитель в конце встал, говорит, вот сколько есть, все до одного готовы сегодня перейти в православие. Почему? Община. А один я пришел, и ушел, ничего нет. Но условие одно. Вы нам покажите то, что вы говорили. А если община нет, я решение покажу. А община есть, я звонки только нажал. Приехал тогда священник, сотрудник КГБ, офицер. Обратился, стал священником. Где-то случится такое? У нас оно есть. Люди собрались, и мы фотографируемся. Он священник сейчас. Священник, ревностный, строгий. А так бы никто не встретился, не будет общий. А кому я позвоню? Кто тебя слушал? Я только нажал кнопку, и все. У нас собрание. Он приехал. А как они так собрались? А потому что община. Община. Там все палати забиты были. Смотрят сверху, он зашел. Отовсюду люди. Долго не хотел разговаривать. Места парма мало. Вот так. Еще понятия не имеешь, что такое община. А почему? А его нет нигде. Нету? Есть чем сравнить. Он сказал, выступил патриарх Кирилл, он сказал, что везде образуют миссионерские курсы. Он не понимает, что говорит. Миссионерские нельзя создать. Благовестнище, с кем можно. Нам сразу из Романова там звонят. Вот священник, кто не знает, а знает, что у нас община. И поехали наши туда, у него провести. Вот вы нас провели. Все, забыли. Неделя прошла, скрынула. А почему? Ну общины нету. Все заглохло. А если община, друг друга люди поджигают. Поедем? Поедем. Вот представь. По крестной, вот они деревни рядом. Тридцать тысяч домов посетили. Тысяч. Евангелие раздали. Они потом к нам приезжают сюда, спрашивают. А мы толкаем туда, они поехали, а там еще этого нет. А мы поставили задачу, мы от церкви не отталкиваем. Церковь православная, московский патриархат. И вы признаете там благодать? Да. Они живут на деньгах? Да. Для людей это все непонятно. Вы же сами говорите, все нарушение. 413 правил и 712 нарушают ежедневно. И вы туда посылаете. Посылаю. А сами-то не идете. Да потому и не идем, что мы на особую щиту. Нас сразу на мелкие кусочки разнесут. Закроют общину, а так мы не достигаем от них. Они приезжают как в гости. Понимаете, это нельзя нам было сообразить. Это Бог так сделал. Они не волнует батюшку, не отмучит ничего. Этот не имеет власти. А тот отказался. А мы числимся. А кто архиерей? Вот он приезжает, архиерей служит. Матерполит Сергий. А вы его упоминаем. А патриарха нет. Патриарх вершина. Нам нельзя его упоминать отдельно. А когда приезжают они, они его упоминают. Знаете, мы золотую середину избрали. И они это понимают. Вот когда нас громили здесь. И снимают на съемке. По телевидению покажут, по Барновольскому. Латкин хитро зарегистрировал как-то лагерь. Что его ни полиция, ни милиция никто не может взять. А почему? Лагерь 10, 100. Я и сам не понимал. А когда лагерь 10, значит, никакие нормы. Пожарные на нас не действуют. Стан, это перемещается с места на место. Я сам того не знал. Рука вывела. Лагерь 10. И слово 10 отвернуло от нас тех. Они ничего не могли сделать. Почему? Бог руководит рукой. Мозгами. Глазами. А тот кто бы знал. Не знал. Ну а когда они начали по закону. Лагерь перед бежой. И на них никакие нормы не распространяются. Я палатку поставил, а у нас теперь электричество, там холодильники. Но он под этой регистрацией находится. И нас взять нельзя. А теперь ликвидировали музей. Вот понимаешь, каждый шаг Господь контролирует. Ты один, ничего нет. Нет, просто отсюда уехал, через неделю замазал оси. И никто не будет знать, какой ты зверь на канаре. Как ты там рычишь. А то сразу тебя узнают. Вот она была, где она уже здесь с нами. Вот он еще не был, и он уже в общине. Парализованность места не изменилась. Он подал заявление члену общины. И о нем мы каждый день молились. И молимся. Сейчас молимся. И молимся. И молимся. Сергей Козлов. Сергей Георгиевич. Я забыл еще сказать, что когда мы обговаривали с Андреем, я ему сказал, я говорю, эти слова, которые ты говоришь, он говорит, а что только у вас спасение? Как только так говорят? Я говорю, это вас так священники ваши научили. Так вы еще осущенников осуждаете? Ну так вижу я. Ну все, я ухожу. А мы, видишь, не осуждаем. Мы должны сказать. Поступающий и так не спасется. Златоуз говорит, прищищаешь недостойного, гибнешь сам и того, кого прищищаешь. Два мертвеца. Я должен сказать. Я вам Златоуз, 3-ю, в том странице, 357-я. Все. Я когда считаюсь, то вы на память 12 томов. Ну это не мое, это Бог дал. Я цитирую и говорю, а не полезли туда. Но это прятало множество. Священники присягу принимают. Нельзя. 24 места из Златоуста привожу. Том такой, то страница такая-то. Нету клятвы. Она запрещена. Златоуз, кто прищищает, клянется, в храм не запущу даже. Все упало. Продолжим? Да. Давайте. Екатерина Андреевна. Семенова. Семенова. Семенова Екатерина Андреевна. Слушаем дальше. Ну вот у Веры, у меня как вот, с детства я была как верующая. Но вот у меня родители не верующие, но бабушки и дедушки у меня вот как раз в год вот эту церковь свечку из вот такого разряда людей. Вот. И у меня всегда вот любопытство было к вере. Но я вот сейчас понимаю, что они не верующие были мне на вопрос ответить не могли. Даже доходило до того, что когда вот ребенок спрашивает, вот, а чем это отличаются католики, православные, чумы. То есть ничего ответить не могут. Ну у нас там, ну у них папа Ринский, у нас там патриарх Кирилл. И там, они там, крестный ход по Солнцу, против Солнца, вот так вот отличаются. И все, и ничего ответить не могли. А у меня такая жажда была. Вот. И всегда был, у меня для меня уже испадовский голос за спасение вопрос. В чем спасение? И где-то вот в 2013 году на Рождественский пост мы поехали к родственным комедиям в Москву. Вот. И для меня вот так вот открытием было, что они держат пост. Для меня, честно, я понятия не имела. Вроде православные, я думаю, что я прищу на окропление, что оказывается православные держат пост. И они вот, они, причем, да, да, это вот сильно повлияло, что вот это вот молитвы, посты, вот это вот все, изучение Библии. И я когда вернулась, я начала изучать. У меня пошло, и я вот, вот я думаю, раз это вот православное, значит я вот это вот все. Как вот? Как без этого? Ну не все, и не все, и не все, и не все. Стала читать Слово Божие. Да. Слово Божие и святых отцов ученого. Вот, то есть как бы в церкви нет спасения. Вот. И, ну, буквально, да, вот вместе со славой, только через славу вот это вот все начало. У меня до этого просто был тоже так же. Она была с Нандартной, Православной, Московской Центриархией. С Нандартной. С какого года? Тогда еще не были женаты. Да, тогда еще не была женатой. И какого, с какого года вы начали с Вячеславом вместе изучать? Будет в конце женатой. Два года? А, 17-й год, значит, да? Да. Да, но женатым и два года познал. Да. Там был вопрос. Когда вы узнали, что Вячеслав со мной познался, вы не противодействовали его? Я смотрю, и я смотрю, все по Библии. Какие могут быть вопросы? Внутреннее противление не было, никакого. Да даже с бородой. Все пословно. Я говорю, борода пучу. Она, ну, борода. На следующий день же говорит. На Библии. Нормально. Ну, хорошая жена. Ну, все-таки было, сбородовалось что-то сначала, а потом, ну, ладно, пословно. Приняла в таком? Нет, потом я и показал. Это непривычно человеку, да. Это прошло. И по всем вопросам, один день, два, все обратно. Приняла. Так, стихи пишет или что-то? Нет, мы сейчас спрашиваем. Я почему он спрашивает все время об этом? Потому что человека тянет на то, что было, рисует, и у него по нему, да. Мне принесли бумагу, но я сейчас пишу Ивангель, что пишет, что пишет. А вот салтык, о-о-о, я думал, ты голым баб рисовать будешь. Вот и все. Хотел бы добавить, вот недавно буквально, вот мы когда начали уже общаться, по поводу платка, она, естественно, в платке не ходила. Ну, как бы, я ей говорил, что вообще-то платок должна верующую носить, и она примерно где-то месяц варилась, и после решила одевать дома. Дома, точнее, я уже сказал, она дома начала носить. А вот недавно уже вышла на работу, и все решила, я как-то решила, что мы как раз читали Евангелие, в вечерние молитвы тоже мы там вводим Евангелие, и толкование на вот места Павла, там, где Павел говорит, что жена да покрывается, и там, что говорится, да покрывается, там толкование, что не написано накрывается, а покрывается, то есть должно быть все покрыто написано. И прям толкование Златоуста и Пилак-Болгарского. Она прочитала, и все, в следующий день пошла на работу уже в платке, и уже теща на нее наехала по этому поводу сразу же. Там коллеги по работе, директор, сразу же. Мы уволили? Нет. Не уволили, директор сказал, мы с тобой поговорим еще. Хотя мы татари, мы вроде как мусульмане, так же не будем называться. Нет, ну там вот. То есть там такое, мусульмане там ходят покрытые, которые настоят, ну такие верующие, и к ним вопросов нет, но если крестьянка оденет платок, очень много вопросов. Я тоже это очень сильно воспротивляюсь. Если христианка покрывает голову, они прям летуют, страшно. Сатана расстает. Я говорю, у свеков и муж, и родственники, все. Что ты покрываешься, зачем тебе? Вы же христиане, никогда не покрываетесь. Что ты будешь в длинных юбках? Вот они прям вообще. В итоге она ей говорила, ну и как ты? Она говорит, да мне все равно, что мне сказал директор. Мне говорит, родиться нет, я за эту работу не держусь. Если, говорит, меня из-за платка уволят, и на славу дружу. А то они не уволят, что они не учатся. Нет, у меня, браты, тоже, там запрещено, боже, запрещено. Так Бог делает, что он нашелся человек, который на самой высокой должности меня спросил. Я ему ответил, я говорю, ну вот меня сейчас будут спрашивать, ты же сказал, почему ты это делаешь. Все к тебе, ни в кого вопросов больше не будет. Бог послал. А до этого так долбили. Мини-начальники там, выше, выше, выше. Они так спрашивают, то все, пытаются, чтобы там, ну ты-то подправил, прощупывать. Прощупывать, да? Но уже там вопрос можно, уже поздно, если было Екатерине, блять. Да, ну я понял, как вы верующая там, когда вот увидели, что люди постятся, вы начали читать Священное Писание и Святых Отцов, да? Да. Насколько глубоко вы и в объеме прочли Библию? Библию я все прошла. То есть до встречи еще с мужем? Ну, до встречи я начала читать, мне все. Ну вот сейчас, в один момент, я все прошла. А, еще? Я изучала в том числе. А, просто читали. Нет, я изучала, а, изучали? Да, она там была. В Лопухину, она и в Лопухину, вот эти все. А, Лопухина. А, когда познакомились с Вячеславом, вы познакомились, знали, что он верующий? Да. Они как настолько на основании, как и Рам же. Только на основании. Не на дискотеке. Нет, только на основании. Я уже, ну, не в храме или в храме? Ну, можно сказать. Нет, в церковной свете. А, в сверху. А, в церковной свете, ну понятно. Ну, вообще как-то хорошо. Ну, это время не тратить. Проголосовать? Да. Да. Батюшка ждет уже. Проголосуем. Так, кто за то, чтобы допустить докрещение? И не нагласно. Так, и Сергей Николаевич. Да, стави. Да, что тут, в огромной. А, так будет. Игра учится. Семенов Сергей Николаевич. Семенов Сергей Николаевич. 53 полных лет. Город Казань. Несколько вот вступительных слов хочу сказать. Вот все, наверное, знают, что, ну, как бы, по мнению детей, дети, ну, немножко пространно скажу, как вступление, дети и не обязаны, и не всегда знают, как молятся за них родители. Вот это имеет место быть. В смысле, мнение сына, это мнение сына, но я, как бы, считаю, что нужно было вот это сказать. Глубину молитвы родителей, тем более, что, ну, сын, ну, Вячеслав, только что, который он в военной области, в очень серьезных вещах был, в спецназе, в президенте полка, в спецназе, именно в храме президента доверить, у него очень допуски высокие и в силе. Просто многим это много скажет, да, за счет чего, ну, как бы, вот все складывается. Углубление в веру, которое, теперь о себе, которое у меня началось рано очень впустили. Интерес к Иисусу Христу начался очень рано. О духовной сфере, так же, как и у сына, у меня было просто всегда приоритетом. Я просто смотрел на все и видел, что вот это все, вообще все, оно второстепенное. Первичное, это дух и, будем говорить, авторы, вот авторы духа, да, кто вот это все создал, создатель. Примерно в 11 лет я впервые у дяди, очень такого, упертого коммуниста, который просто о нем легенды были, городе Казань до сих пор о нем ходят. Он был начальником паспортного стола военного завода акционного. Это очень большая величина во время войны. Он был такой, в общем, у него нашел справочник пропагандиста, атеиста. Открываю. Опытливый был, я просто изумительный. Читал очень много. И все вот на такие темы. Открываю и вижу. Есть такая христианская вера. Там центральная фигура Иисуса Христоса. Я как-то начал читать. И прочитал его сразу в 11 лет, не заметив критичную часть. Вот не заметил я. А ты есть ли как-то? Да. Я ее вообще, как будто ее не было. То ли в силу возраста. Мне интерес возник. Там все описывается. Немножко с таким потом я вспомнил. Там немножко с таким. Они думают, они считают. Там написано так, да? Ну, вы вот так ответьте. Ну, я читаю вот так. Я рад познакомиться с этим. Интерес у меня возник. Потом он как-то, ну, задуманился, как вот у любого, да? И примерно через год я улечу на Дальний Восток, в Советскую Гавру. На встречу с бабушкой, которую никогда не видел. Бабушка у меня по маминой линии. Попадья. Вот. Дедушка Наговицын Алексей, священник. Вятской губернии, в революцию был, репрессированный за веру. Человек, вот. И еще разок, дедушка. Дедушка Наговицын Игнатий Алексеевич. Наговицын. Наговицын Игнатий Алексеевич. Наговицын, да. Знатная фамилия. Вот. Он репрессирован был за веру. Причем, насколько интересна у него судьба. Бабушка мне все раскрыла, рассказала. И новая волна у меня. Что это за вера такая? Что с вами репрессируют, убивают? Она этой власти ненавидит. Вот я прямо в раннем возрасте, тоже, кстати, мысль была, что против такой власти я вижу, что могу стать, которая людей убивает за веру. Но я подумал, что за вера такая? Бабушка мне рассказала элементы судьбы их. Он был очень ревностный священник. В лесах по-другому нельзя было. В лесах кировских. Там мужики были, можно сказать, охотники. Вот такие вот. И вот она рассказала, что революция сделала 70% мужчин разбойниками. И стал голод из... Нет таких гулаги? Нет. Нет. Вот сейчас расскажу. Именно вот особенность интересная здесь. И вот что вышло. Когда первые эволюционеры туда дошли, в эти леса где-то в 23-м году, не раньше, пришли и сразу церковь рушить. Он сразу выходит, сразу их физически просто начинает их бить. Он такой человек, у него такая была. Он физически их трогает, они разбегаются, и потом уже с кожанками приезжают, уже через некоторое время. Ну и все. И должны его просто собирать все уже статья. Предупреждают его те, кто должны забрать за 2 часа. Это очень редкий случай. Оказывается, я вот почитал в истории. Вот репрессированы. Это очень редкий случай. И он уходит, готов к собирать им в леса. В смысле, его дальнейшая судьба неизвестна. Но он, репрессированный по бумагам, не поймал. И реабилитированный уже, ну как бы, вот таким образом. Да, вот такая судьба у него. Ну, а был период между тем, когда революция уже произошла, уже разогнали помещиков, и народ стал разбойчивый такой. И у людей голод просто. И у него с разных деревень, у него 3 или 4 деревни, ходили в село Владимирск, где он служил, в церкви. Он, ведь книги-то, вот просто хочу историческая справка. Вместо пасханского стола была церковь, так ли? Он знал всех лично. И когда разбойники деревом кладут, он на телеге едет, везет скарб со всей деревни. Вот точно так же, как вот работа в личную общину, да? Собирает все. И повезли в Киров-Чебецк 50 километров по лесам. Там сразу опытом сдают, деньги везет людям, да? И вот он так много лет. И разбойники по несколько раз в день, по несколько раз в день встречают. Они же там ночами, да? А он на Таратасе, с моей бабушкой. Вот она рассказывает. В 83-х лет рассказывает, как я, говорит, дура была. Прямо девчонка, глупенькая. Вот так прямо обращается, рассказывает. Я сижу, сам-то 11-12 летний, и она рассказывает, что с нами было, и пойдет. Она говорит, сотни раз кладут дерево, спрыгивают, говорит, вылезают из кустов. Ребята завязаны, стеснялись лицо показать. Стеснялись. После революции разбойники. Только голос подают, он сразу имя называет. Сразу они оружие опускают. Игнатья Алексеевича, вы подавайте. Он говорит, я здесь не для этого. И проходят они. Это вот целая просто история. Да, да. Ну, кратко. Ну, и в итоге вот так. И вот она мне сказала, у меня такой новый интерес возник. Я просто, новый интерес именно возник. На фазе вот такой, что за вера, против которую, которую так боится власть. Советская такая она была. Которую я тоже считал, ну, нормальной. Как бы, ну, она так вроде жизненный, да, сторону хочет поддержать там. А вот это противоречие у нее возникло. Ну, позднее изучал, позднее стащило меня. Так же, как вот Виктор Андреевич рассказал, я в революционном обществе очень плотно был. Вот просто всех знаю, там, Шапочнику, всех от казацких, как бы, филиал такой. Просто меня допускают святая святых хранилища туда. Вот так я кратко, чтобы знали, да. Восточно изучал. Правда, я, ну, не протекал, медитации изучал. Правда, ну, слава Богу, да, с Божьей помощью туда, как сказать, в общем, не вписался душой. Вот. Звали просто, у меня письма лежали из Индии, зовут эти все, вот что, вот это все бесовское направление. Я его, как говорится, познал в немалой степени, к несчастью. Ну, и теперь уже, понятно, тоже во всем этом исповедовался. И вот. Ну, и позднее, в 23 года, я решил покреститься полностью в сознании, решил покреститься. Ну, естественно, покрестили в Казани неполноценным вот этим вот урезанным всем образом. Даже не скажу, что обмыли, Игнатий Тихонович. Капнули, стоя зимой, за спиной дверь, храм, это на улице Баумово, это в сторону улицы. За спиной, в 20-ти, там, в двух метрах, в двух метрах храм, вот, дверь на улице мороз, здесь пол ледяной, плиточный. Я помню, стою единственным в носках. Вокруг меня вот так растаяло, да, все. Подошел, мне плеснули сюда, ну, под конец, зазрано. Вот так, да. Нет, нет, это да, было. Сам внутри, да, у меня, нет, даже внутри, конечно, у меня изменение какое-то чувство, но той веры, какая должна быть, еще не созрело. С первой женой не венчались? Не созрел. С первой, нет. Первая жена, вот, слава, мама. Она татарочка была, она как бы мусульманской, такое движение была. Ну, и в 90-х годах у нас произошел разрыв по, ну, причины, как бы, женщины знают сами, не измены, ничего, экономические, видимо, такого рода причины. В общем, по-разному видели будущее. Она как-то видела его больше там, где за границей связаны, где что, я не видел этого будущего такого. Ну, и вот на таких вещах, видимо, разошлись, видимо, я насолил что-то этим самым, ну, женщине, видимо, и она решила расторгнуть. И вот, ну, тут уже я, как говорится, ничего не мог сделать. Все, чем мог, хотел сделать. К сожалению, даже хотел... Брак был официальный за регистрацию? Брак был официальный. К сожалению, даже, ну, как сказать, руку переложил, пытаясь остановить, просто, просто, мужики пытаясь остановить. Ну, взял грех вот такой на себя. И вот, ну, естественно, этим не остановить. Вот. Только вот по этой причине. Это вот, перед вашим исповедом. Ну, в итоге, вот, брак распался. После я, ну, вот я вот как раз после этого в реверсском обществе общался вот с ним. И потихоньку, ну, Бог послал как бы другую женщину. Эта женщина была до этого в браке, разведенная с дочерью. Вот. Венчана была? Она не венчана была, нет. В браке? Да, ну, там как-то, у них как-то не было любви. Был такой брак. Не то, что там разлюбили, а какой-то он такой был, как технический. Нет, нет, у нас был, у нас был, у меня, на самом деле, честно говоря, был с любовью брак. Причем такой, что, ну, я никакой задней мысли не держал. Сейчас тоже не венчаны. Сейчас тоже не венчаны. По моей инициативе, я хочу, во-первых, я не знаю, что, ну, то, что сегодня знаю, я уже чувствовал, что надо нам по-другому жить, по-другому понимать, по-другому воспринимать, ну, как бы, веру Иисуса Христа более глубоко и кардинально, как бы, кардинально на спасительный встать, на спасительный путь встать. И только тогда уже повенчаться. Именно вот как вот, как вот два крыла у птицы, да, четко надо знать, что за птица, что за крылья. разные, чтобы не было. Вот такая цель. Я это переносил в итоге в будущее. Ну, венчание, предполагаю, переносит в будущее. Сергей Николаевич, поподробнее, как вы с верой сына совпадаете? Как он повлиял на вас или нет? Он замечательный. Он, во-первых, конечно, первые, как бы, такие азы веры и духовного такого движения, естественно, они перетекают от близкого человека, шло от меня к нему. Но он настолько настойчивый и настолько надежный человек, это даже все говорили заучи, друзья, что как только его вот что-то касается, он начинает реально туда всю душу отдавать, всю силу и вот в этой, вот на этой фазе определенную, он прям в инициативу в хорошем смысле, да, перехватывает. Это прям в хорошем смысле. Я очень радуюсь этому и тащу. И вот. Я уже со своей стороны что могу, что всегда тоже чувствую, и вот много лет стихи пишу, практически всегда на христианскую тему, на мои стихи в Казани в большом концертном зале пою духовный трептик для женского хора. Написал ведущий композитора Анатолий Борисович Лупов. 20 лет назад написал. Получил премию от Шамиева тогда президента Бого. Он написал татарскую часть, а православную часть от меня взял. Ну, каким-то образом Бог вот через меня вот помогал вот так. Дальше, та часть вопросов, которая касается можете ли вы как бы, ну, участвовать в миссионерской деятельности, да, как хотите ли, у меня оно так складывалось. Я даже буду, ну, как бы, жажду это, рад, и очень буду рад положить вот именно на алтарь дел общины, именно вот эти свои стороны, как поручение Божие, я их воспринимаю. Когда я узнал про Игнатия Тихоновича от сына, я такого вида и такой такой силы поручения Божьей не встречал никогда никого, но я чувствовал, что оно есть вообще на себе. Игнатия Тихоновича, со стихами Игнатия Тихоновича вы не знакомы? Да. Знакомы? Да, да. Как вы здесь принимаете? Я их просто как свои. Как свои. Просто как свои. Я даже, я их читаю просто как свои. А у меня дело в том, что еще и папа, наш, его дедушка, мой папа на десятом, десятки стихий все не спешит. И когда я читаю, я вижу, что это, как бы сказать, духовная проекция моего отца на духовный, на Божий, христианский, богословский план. Вот, Игнатия Тихоновича, абсолютно, даже почерк одинаковый. Ну как, Слава мне показывает, мы ходим вчера по лагерю, у нас Тихоновича нас водит, я смотрю на бумажки, у меня слезы наворачиваются, надписи, рукой моего отца. Я просто, разрешите, как бы, у вас язык такой классический. То есть, как я понял, значит, вы всегда были верующим, потому что, вот эта бабушка и дед священник, они, бабушка своими рассказами, повлияла на ваше религиозное мировоззрение, правильно? Вот, вот, но у вас не было понятия о спасении, о покаянии, о спасителе Христе, этого не было. слово Христос, вы как когда воспринимали? Не как спаситель, он как Бог, или? Нет, я вообще-то воспринимал, как спаситель. просто, вы знаете, вот, нет, спаситель, мой спаситель, но, видимо, в начальной вазе, это вот было, вот есть как герой, да, вот был герой войны, а это герой духа. Вот Бог, он, он герой духа, но, что он стал, чисто, мой спасение, да, это я пойму позднее. Ну, так вот, я, до этого-то и дохожу. То есть, вы говорите, что вы хорошо влияли на сына, то есть, все это вы передали сыну, он пошел, вот, в эти спец-войска, ну, там, не сразу же пошел. То есть, я так понял, что ты уже был верующий, да? Да, он там уже испытал давление очень сильное. Вот это, то, что там, боевые действия какие-то были, всякие, И это на тебя еще повлияло больше, да? Ты молился тогда? меня это повлияло, я понял, что война, боевые действия не от Божьего. Не от Бога. там ты молился Богу? Там же, усиленно молился. усиленно. Там у меня особо-то связь с Богом и образовалась. Да убивал, не убивал. Нет, я не убивал. Враты, можно? Подождите, подождите, стопки. И теперь дальше получается, мы потом, потом, он эту, как бы, эстафету передали, он эстафету, да, он возвысил тем, что он уверовал во Христа. Точно. И вот он уже. И вы, от него это как бы, да, обратным током. Обратным, абсолютно. Как он является вашим духовным отцом. Вот в этом смысле полностью так. А твоим духовным отцом явился Игнатихович, сейчас, да? А Екатерина духовный отец Игнатихович или муж все-таки? Муж. От кого о Христе этого вы услышали? Тут такой треугольник. Интересный. Нет, у него духовного отца не было. Никогда. Никогда не было. Ну нет. А Христос спаситель для вас личный? Почему это не прочитали ничего? Сергей Николаевич, а вы борду подстригаете, да? Нет. Не трогаю. Нет. Как узнал, я и как бы и раньше у меня как бы допускал борду, но как узнал, просто ощущение такое, как будто вот помехи просто отошли. Просто малейшие помехи. То есть это само собой отошли? Да. А что вы об этом знаете, что при стрессе взя? Что-нибудь знаете? Ну, мне сын уже вот показал, где, как, что, я просто все. Я просто пожалел, чтобы до этого не знал. То есть опирайтесь на написанное писание? Да, да. Я очень пожалел, что до этого не знал. Так же, как и с оглашенными, как только узнал, стал выходить сразу. Раньше так же, как и сын. Еще вопрос. А вы от крещения чего-то ждете? Что для вас крещение? Чем является? Да, хороший вопрос. На самом деле, да, я именно так вижу, в общем, я себя вижу частицей, частицей царствия спасителя. И дел его. И это для меня, как бы, с ним слияние. Вот, для меня крещение, именно слияние, чтобы не было и формальных, и неформальных препятствий. Чтобы уже, можно было, душа могла служить между потаенных уголков. Между домом. А препятствия жена будет препятствовать? Жена нет, жена не будет препятствовать. И она, надеюсь, она тоже православная, христианка, тоже православная. Она не верующая. Да, да, но у них, прививка там такая была, что они в Голорянских кровей и их дедушка присягнул уже советской власти. И там, ну, Зажинский там, вот целый. И у них, они очень боялись, без конца были обыски, без конца хотели царского, бывшего полковника, кстати, там, друг Голисна, Воронцова, он друг их был, оставшийся в России. И вов, постоянно, компромат искали, и все, что-то религиозное, он там, десятилетиями прятал, и в итоге все это, ну, нет, исчезло. В итоге заблокировано для веры. Если вы, если вы креститесь в троекратном погружении, то, а как вашу супругу увеличать? Ну, Надежда Леонардовна. И тоже Семенова, да? Да, да. Надежда Леонардовна. Надежда Леонардовна. Вы знаете, что ее бросать нельзя? Это абсолютно, даже тут сомнений никаких нет. А вот, нет ничего. Да, сомнений никаких нет. И, если она верующая, и мы верующие, вот у нас как было с женой, мы тоже верующие были. Я сюда прилетел, и вот точно так же все постепенно узнавал. Но я, правда, очень быстро узнавал, потому что я попал прямо в самую общину. И я просто отовсюду прям принимал научения. И на технич, на занятия, и уходил, там, металл материалов. Особенно у нас тогда акцент ставился на том, что Московская патриархия и зарубежная церковь, они не то, что разные, не то, что разные, а главное образование этих церковей, если зарубежная церковь, это дочерняя церковь от российской православной церкви, тогда в российской переговоре российская православная церковь, они убежали, потому что их гнали, убивали и так далее. То Московская патриархия, она образована Сталиной Берией в 43-м году от безысходности. Им кражи уже были. И Сталин, как в семинаре учившийся, он понял, надо все методы использовать. И тогда он перестал убивать священников, начал реанимировать, попытался реанимировать. И все, кто учились в семинарах, они все были старленниками КГБ, вот с молодых ногтей, что называется. Поэтому сейчас, чтобы Московской патриархии встрепенуться и очиститься, нужно не просто новое вливание крови, а нужно родиться свыше. Сначала епископом, потом священником. Кстати, я вот это знал. Поэтому я хотел сказать, что когда я встретил, все это узнал, а жена у меня там просто Московской патриархии. Мы не венчаны так же. И я пришел на покаяние от батюшки, там была жена первая, и она родила у меня дочку, а я ее не могу воспитывать в хресте, потому что она запрещает мне с ним встречаться, ну как у Сергея Павловича такая же. И я вот в этом сильно переживаю. И батюшка через Господа открыл мне глаза. Ты говорит, у тебя уже смирение какое-то. Ты говорит, живешь в невенчанном браке, бродобритем занимаешься, ну там сквернословие и так далее, и ты тут плачешь за эту ребенка, который там затриделит земель, это что говорит, что ты никакой еще, ты мертвец. И это я осознал. И я сразу жене отписал письмо, она около меня еще была, говорю, так и так, мы с тобой прекращаем все семейные наши отношения, все, мы с тобой как просто брат и сестра. До тех пор, пока ты не решишься принять истинное крещение, и не веруешь, тогда венчаемся, и все тогда пойдет. И вот до этого мы шли где-то 9 месяцев, то есть 9 месяцев мы не были в браке, а потом она приехала тут же 7 июля вот, 96-го года также мы были на совете, только в лагере, и ее также, ну, как и меня, при, это, запроголосовали, и, батюшка нас принял покаяния и все и потом мы крестились и причастились и все стали членами общего. Но только тогда венчались, это еще было тоже нескоро, через 4 месяца. Понимаете, как все? Да, 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 отлично, очень все правильно. Ну, надо без дураков подходить, конечно, правильно все, сейчас вы живете во грехе, я вас это понимаю? я так даже здесь написал, я так и написал здесь, я просто перенес я просто хочу до конца понять твердость вашей веры в то, что крестившись это даст вам истинное рождение свыше. Хотя у вас стихи, очень прочитал стихи, матюшка, пусть разбирайся с этим тебе жены. Да, 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 но я еще небольшое стихотворение заготовил именно на сейчас. Так, а наставай, тогда, еще раз ложь. Нет, татюшка, там же я с вами выносили, мы решили выносили. Давай, давай, кто за? Ну, я за. Кто за? Считайте. Так, три за, и три воздержались. Против. Против никого. Так, пиши быстро. Самая краткая, это все так понятно. Я Кадушкин Юрий Германович, 55 лет, живу в Кемеровской области, проживаю с женой в венчаном браке, двое сыновей, крещённых, крещён был в зрелом возрасте. Сейчас я понимаю, что это было недействительное крещение, крещение путём обливания, мочения головы, вернее. К Богу приходил давно, по субботам был выходной, смотрел по телевизору, по Первому каналу проповедь, субботняя проповедь, патриарха Кирилла, тогда он ещё не был патриархом, но смотрел, слушал, как бы приходил, меня проникало это всё. Больше десяти лет строгий пост соблюдаю. Все четыре поста первый раз в восемнадцатом году соблюдал. сейчас уже без постов не представляю, у меня потребность в постах уже перешло так. Бога уверовал буквально полгода назад, как в истинном смысле уверовал, когда наткнулся на ролики Игнатия Тихоновича в Ютьюбе. Раньше и Ткачёва слушал и Головина, и Осипова, и других. Но как бы я понимал, что есть Бог, что есть Иисус Христос, а вот все это связи я не понимал, почему-то не вмещал я в себя это. И когда начал ролики смотреть, я узнал, что есть церковные правила, есть каноны, есть много других правил, толкования святых отцов. Я этого ничего не знал. Как только начал слушать, вникать в это, я узнал, кто такой Иисус Христос, кто такой Святой Дух. Я все в это узнал, проникся. Вот именно меня только сейчас только-только вошло все это. Только сейчас я это все понял. Я естественно принял это, что Иисус Христос именно он взял все мои грехи на себя именно принял. Смерть мученическую за меня вот это все принял, я понял, осознал. Раньше я предприниматель с 1994 года занимался активно, ну, пивной бизнес развивал в своем городе. Раньше пять лет отдал тому, что пиво Абаканское возил пиво в город, раскачивал. Сейчас я понял, какой я грех совершал. Ну, покаялся в этом, что я население, ну, спаивал население. Я это все осознал. Я сейчас предприниматель, у меня магазин был недавно еще. Я торговал пивом в магазине сигаретами. Когда я понял, что это грех, нельзя это делать, я взял, убрал из торговли пиво в магазин. Бизнес рухнул сразу же. Ни капли я не сожалею, не сочувствую. Я лишился заработка, основного дохода в семье. Но ни капли не жалею, что сделал правильный шаг. Очень много занимался общественной деятельностью. Я, как бы, в своем городе довольно-таки известный человек. Много с детьми занимался возглавляю и пока еще возглавляю штаб юнармии, молодежно-общественное движение юнармии. Но перед отъездом я сказал, что я сейчас в отпуске нахожусь, приеду, увольняюсь, уже все сказал, решение принял. Являюсь помощником главы города по военно-патриотическому воспитанию. состою в Федеральном Совете Отцов при Уполномоченном Президента России по правам ребенка. Понял, что все это пустое, от этого отхожу. Все это пустое, без Бога это все пустое. Настолько принял это, жизнь моя перевернулась, все взгляды мои перевернулись. То есть жизнь обрела совсем другой смысл. Библию когда-то читал, не понял ничего. Сейчас начал по новой ветхи, ветхи еще не прочитал. Ой, вернее, Евангелие еще не прочитал все. Но осваиваю, пытаюсь осваивать на уроках, присутствую, постоянно стараюсь быть, иногда задаю вопросы на молитвы. Уже привык к молитвам утренним. На молитвы встаю, постоянно пять часов встаю, на молитвы. Что еще? Как есть, говорите? Может, вопрос русский смотрит? Нет, как есть, так и говорите. Святую Троицу я уверовал, принимаю, это все, я это принял. Единственное, что я очень долго сомневался, почему Московская Патриархия вот таким путем идет. Ведь то, что я слышал от Игнатия Тихоныча, он все показывает на канонах, он не своим языком говорит, а все, что говорит, он ссылается во свете Библии, все ссылается на такую-то главу, вот сказано здесь так, здесь так, он от себя ничего не говорит, абсолютно все. И смотрю, сверяю то, что в Московской Патриархии нет ничего. И более того, вот яркий пример у меня такие есть, когда Московская даже еще я не уверовал, у меня мозг взрывался от того, что Московская Патриархия, что я вижу у себя в храмах беззаконие, я не мог понять, почему это такое происходит, но явно, что так не должно быть, у меня возмущение внутри, но тем не менее, я, естественно, принимаю Московскую Патриархию, причащался я всего лишь два раза в жизни, давно уже причащался, покаялся в своих грехах, был блудником, был прелюбодеем, давно из себя это вычеркнул, абсолютно по-другому смотрю, воспитываюсь, сыновей воспитал нормально, внук есть. в общине, что касается общины, хотел бы здесь быть, но, к сожалению, живу далеко, но онлайн-община, как назвали ее на последних занятиях, онлайн-община, я с удовольствием всегда участвую, всегда присутствую, по мере возможности, если не на работе, я всегда бегу, включаю компьютер, всегда в скайпе, вот, в одноклассниках меня уличила, обличила сестра Рафиль, что у тебя фотография там, я быстро все, фотография, статус у тебя мирской, я быстро все исправил, все-все-все-все исправил, все переделал, прям без 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 сомнения, с бородой меня, когда в ноябре месяце еще на первые занятия буквально пришел, когда начал слушать Игнатия Тихоновича про каноны, про законы, как только мне Игнатий Тихонович сказал, не брейся больше, все, даже ни капли сомнений не было, все принял, сразу же, даже настолько тверд я до сих пор в этом, что борода, это так нас создал Господь, все, даже сомнений никаких нет. Игнатий Тихонович, приму это с благодарностью, буду усиленно молиться, буду усиленно готовиться, если я приму это с благодарностью, если по какой-то причине не допустите. Что касается к атехизации, подготовки, в храме не всегда выходил соглашение и соглашение языки, иногда я просто не слышал, когда произносит этот призыв священник, я не слышал, я жду, жду, когда он скажет, еще до сих пор службу не знаю, когда, в какое время наступает вот этот призыв, и я иногда не слышу, просто жду и не слышу. До причастия. До причастия. У нас вообще не говорят. До причастия. А, до причастия. Не говорят вообще. У нас до причастия все говорят. Ну, да, если так вы скажете. Служба делится на две части, во вторую, в первую часть, когда... Да. Просто вы на этой службе заметите, какие возгласы, какой момент, что оглашенный язык и возгласы и держите это в памяти. Ну, вот я не слышу это. А вы послуху не слышите? Нет. Правда. Подождите. Ну, что так загалдели? Ну, человек только приходит, еще многое он не знал. Ну, вот, слава Богу, постоянно на занятиях. Святых отцов еще... На занятиях постоянно. Да. Святых отцов мало читал. Пока еще мало читал. Стараюсь проповедовать другим. Ну, рассказывать другим. Не проповедовать, благовествовать стараюсь другим. Кого встречаю, рассказываю. Про Христа, Иисуса Христа, что Он за нас кровь свою пролил. С православными, с прихожанами понял, что бесполезно об этом разговаривать. Вообще пытался несколько раз. Там бесполезно, непробиваемо. Даже слушать ничего не хотят, ты, говорит, в секте какой-то. Когда начал слушать Игнатия Тихоновича, я в заклеп стал ролики смотреть вот эти в YouTube-канале. Смотрел и засыпал под них. уже ложусь спать и смотрю наушники и телефон перед глазами. Слушаю, слушаю. Потом поймал на себя на такой мысли, а не под гипнозом ли я? Это... Потому что... не зомбирован ли я? Да, да. Не зомбирован ли я? Потому что все мое сознание сконцентрировалось вот на этих роликах, на поглощении информации вот на этой, на всей. Все сознание мое. Думаю, что-то надо... Надо остановиться просто. Надо остановиться. Остановился и чтобы перестал слушать и думаю, надо обратное мнение послушать. И там много очень есть, кто критикует Игнатия Тихоновича. Начал их слушать. Усиленно слушать, чтобы противовес был, чтобы проанализировать все, на что я наткнулся, что это за явление. И нашел такую сторону. Говорят, еретик, Лапкин-еретик, Лапкин-баптист, Лапкин-береступник, там все, что угодно. Но когда говорит Игнатий Тихонович, он говорит, вот здесь сказано, вот тут вот написано так. Вот вот это, вот тут написано. Они говорят, они подтверждают, ничего не подтверждают. Я еще сильнее, вот я много слушал этих роликов, которые обличают Игнатия Тихоновича, но не подтверждают ничем, у них нету обоснований. нету. И я еще сильнее тогда поверил Игнатия Тихоновича. Ну, вернее, Слово Божие через Игнатия Тихоновича. Это Слово Божие, это уникальное явление, конечно, сегодня. Конечно, Кураев, я понял, услышал тоже, Кураев сказал, что это выдающийся проповедник на сегодняшний день. И это тоже как бы принял. Самый выдающийся, он сказал. Да, да, самый выдающийся. И быть вообще не, конечно, тут планка очень высокая, задрана, очень высокая. Зачем я сюда приехал? Чтобы научиться жить во Христе. Естественно, принять крещение и самое главное научиться жить во Христе. Потому что мы живем мирской жизни, но в ней же спасаться можно тоже. Как спасаться, как жить, как соблюдать, что делать? Только вот здесь я могу это полной мерой принять. Вы ползаете, что здесь вот потеряете или в Новыйской общине нашей Христа Звездинской живут все так вот идеально в соответствии со Словом Божьим? Никто не притыкается? Я думаю, что притыкаться каждый может. Просто я в миру там такого не вижу у себя вокруг. Я нигде. Я ищу единомышленников. Я ищу с кем бы поговорить о Библии, о Библии. Я это говорю почему? Потому что если чрезмерно идея чрезмерно что-то потом можно легко соблазниться при малейшем поводе. Нет, нет, я понимаю, что все мы люди, все мы грешим, но научиться здесь-то можно, есть чему. Учиться только здесь. Я не знаю, где еще больше учиться. Примеры, если есть примеры для жизни во Христе, то здесь их искать надо. Но во всяком, чуть-чуть другим. Возможно, я на своей жизни увижу еще какой-то путь прямого развития еще дальше. Если он будет у меня, если примеры для развития будут, возможно. Но на сегодняшний день я вижу вот здесь для меня для обучения, для научения я вижу вот эту общину. Принимаю ее и все правила принимаю и постараюсь следовать. Так, я не знаю вещи следующие недавно выступает один из 200 человек кто не ошибается все ошибаются поэтому в чем-то Игнатиев Тихо еще не прав он не понимает что закладывает здесь я говорю вот сейчас с этого момента не ходи не спать не ешь пока не покажешь что неправильно нет я просто так сказал нет есть такая притча о змеи и дворе человеку подарили богатый дворец но сказали что не видел но иногда она жалит жалит ночью и днем а у него жена ребенок и жеребец он похватился и день еще и нашел наконец дочь по них кричит змея выползла и ужарила жеребца сразу сдох а у него любимый жеребец он пошел убил убью его подходит она ему жемчуг кинула и на море ползла взяла жемчуг готовый жеребец а убью еще будет и она его приучила каждый месяц выкидывала ему проходит время друзья говорят ты играешь со смертью это что будет она уже его сына наследника тут он уже закрутился убью его сволочь такая это приходит она ему алмаз он алмаз так взял когда прикил это же целое состояние какая польза сына не вернешь наконец жарит жену доходит книга златоуст и там это раз тыща и наконец приходит друзья умоляют плащут ты с ума сошел убей ты ее не спи все чтобы караулили выползли сразу стреляют нет она ему сразу по два алмаза стала класть он опять отступился она его жарит но у него смерть такая мучительная была он молился каялся просил прощения господи прости я убью эту тварь или уйду из этого дома и с чем закончится вы показали где вот сток кушений Игнатий Лапкин поставил ну в одном яд неизвестно в каком ну мало все ошибаются где-то но в одном горшке яд все в рыбе в плове нет ты ни один не возьмешь я говорю вы еще закладывайте то то есть ты где-то встречал что у меня неправда не сходится с писанием или это нет а зачем ты сказал ну так все люди грешные и не пойдет так все грешные да то есть я где-то посмотрел не так что не посмотреть она красавица глянул и подумал что-то а ты покажи то что я преподаю или вот что написано вот в книге я на нее 40 лет собирал материал лет ни дней а ты ни о ней работал и готовый не можешь проглотить а что неправда покажи ни один повторяю книги на исследование в трех миссионерских отделах патриархии темерская новокузнецкая тульская там что-то еще где-то в одесском монастыре были отправили киево-пещерскую лавру это не два дня 15 лет и ни одного слова нигде нету ни слова и выручаетесь до моего нету здесь Андрей ничего не говорит он поднял целые пласты нами забытые потому что я работаю с книгами ну ты согласись что где-то ошибаешься человек да я встал не вовремя пошел не так ты покажи то что ты сказал где-то я здесь когда кушание подано повторяю во всей вселенной за 15 лет никто не нашелся он должен тянуть дальше я сказал неправильно а я ссылаюсь 5 тома она златоуста он должен теперь опровергать его а за ним дальше идет литургия тоже что-то в ней не так литургия она златоуста и это не все он толкует весь новый завет 12 томов у него где-то что-то есть он тоже человек долой а на нем строит блаженный апифилакт апифилакта долой ты понимаешь за одно слово засыпилось все и прежде чем это написать я лежу в больнице меня только освободили я пишу вот эти материалы о католичестве а там падает свет краевая администрация старая где-то я вижу бумагу я не вижу что пишу но у меня мысль я пишу потом я расшифрую вот здесь два материала человекоубийство ложь Ватикана гордость папства Фатима надежда и трагедия это не просто так это материалы это книги я сдаю материалы и вдруг ночью мне мысль я уже дома я написал 1514 год а нет наверное 13 у меня вот так вот я год один это никто не заметит я утром только открыли я в редакции а они говорят да еще не начинали печатать только набор идет я посмотрел все правильно подумал что год неправильно я уже примчался туда исправить я отмещаю за каждое слово это не просто я поговорил с вами это книга по которой диссертацию защищают и говорит ну все ошибаются и тоже где-то это мина замедленного действия это не существующий но объявленный ядовитым какой-то сосуд какая-то тема вот что за этим есть и поэтому ты за это будешь отвечать а другой а я разбирать не стал у нас что-то есть я ее в печку бросил книгу в печку бросил ты хоть материал засчитай до конца какой а табакокурение обрадобритие что до этого было говорено в писании в библии 77 книг я бил то дальше что об этом говорят святые отцы это 300 томов томов дальше что об этом говорят святые в 1173 биографии в 1173 это не осипов никто не знает сколько их там и каноны говорят по каждой теме что это сколько 719 правил я их должен крутить если студентам отвечают на какие вопросы они задают что ответили 300 поэтов в России за 300 лет это ровно 20 тысяч в пайлах я должен прокручивать стекло и каждую секунду тысяч и точно приведено абсолютно а возможно нет моего тут еще нет я просто считаю вижу по милиству я никак и не признаю настолько это выше моего уровня и сознания я отвечаю за каждое слово перед Богом и поэтому который это говорит он ничего не знает он сказал говорит отрынул через забор и убежал и у него нет ничего я отвечаю за каждую букву за каждую цифру а ты пока будешь открывать вот у меня стихотворение 36 строчек 36 и напротив каждой строчки указана глава и стих откуда взята мысль в мировой истории такое не было никогда а красиво да я даже стихи так начал писать вот Сергей Павлович ну некоторые места указывают а зачем а показать красоту Слова Божия что оно пропитывает все сознание и за каждой строчкой кроется пророк который сказал это и поэтому нельзя ни опровергнуть ни сдвинуть мы сидим в камере и один из них преподаватель второй группы космонавтов понимаешь какой уровень его я ему рассказываю по Библии я говорю какой-то антихрист будет как-то он сначала ничему не верит а потом начинает спрашивать а что здесь написано все имена выписывают и лежит приветствовал имена каждое имя буквы и каждая буква цифра и сколько 666 что получилось и он нашел три сочленения 666 понимаете этот человек огромных знаний и он начинает уже справлять стоящие листры а что написано в этой книге авторитет священного писания непоколебим если мы это знаем конечно соглашаться надрешовую похвалу никак нельзя да сказал сказал докажу ни один человек еще этого не доказал он не берется а что докажет 300 томов он шевелить не будет достать там 5 тонн затоуста не достанет может быть это один и достанет да их сейчас иронима он не найдет а что сказал Григорий чудотворец а он вообще мало сказал да Игнатий Богоносец Игнатий Богоносец 5 тонн страница такая он сказал монастыри кончились монашества нет остались актеры а актеры ничего не сделают Игнатий Бринщинин перед революцией в России было 57 тысяч храмов 1275 монастырей и едва ли в 5 теплится духовная жизнь это его слова теплится монашество кончилось я ничего не придумал когда открывали а как они напечатали такое теперь они уже на Игнатия Бринщининовой на тех кто печатал монашество кончилось идите пропадайте Евангелие давайте проголосуем честно открыто я ни в одном слове его не сомневаюсь так голосуйте кто преднем поднимает руку я два три так четыре двое возражались так ваш приезд цель какая крещение прикон так вы ничего не успели написать вы напишите сегодня здесь коротко расскажите о себе потому что меня зовут Лемиш Дмитрий Николаевич Лемиш 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 мне 32 года он только сегодня прибыл мне 32 года я в Москве живу Дмитрий Николаевич да Дмитрий Николаевич так у кого были надписи за отнеси всеми передайте сюда я никогда не был среди сектантов никогда у меня не было поклонений симпатии к буддизму и все к этому прочее я всегда это как-то считал что в латанстве у меня это было но всегда себя олицетворил православным человеком семья у меня неверующая но мамы себя признают верующие но вот я не вижу чтобы гореть духом святым такого нет отец был неверующим хотя был тоже как и все крещённые как мне сейчас кажется то что свою веру я приобрёл от бабушки и от дедушки хотя они были все членами московской патриархии но бабушка она очень слабо знала богословские вопросы но я сейчас вспоминаю то что она всегда ссылалась на Евангелие она всегда говорила у меня было много вопросов я был очень маленький она всегда говорила это нужно знать Евангелие это нужно читать Евангелие и мне вот это слово Евангелие оно уже как-то запало дедушка мой вот Иван Тихонович как вы рассказываете про своего отца он был такой очень строгим вот он тоже говорит что неверующий по Евангелию но вот всегда молился у меня тоже это в детстве запало то что дед перед сном всегда на коленах перед иконой перед едой после еды я это видел мне это знаете как-то душа к этому тянулась но это все было в детстве уже сейчас как бы я понимаю что вся вера настоящая православная она базируется на знании писания и опять же уже сейчас задним умом вот слова златоуста всплывают что незнание священного писания есть опаснейшее состояние вводящее нас в глубину погибели у меня было по жизни очень много ситуаций никогда как бы не было трагедии бед это вот какой-то милостью божией но было много грехов я был блудником и я настолько понимал отягощение как ярмо давило я даже чувствовал вкус какой-то во рту и первый раз я именно слово божие услышал от баптистского проповедника Кент Ховенд и я вот эти слова до сих пор помню это слова Давида отчисть меня Исопом и буду чист когда Давид попрошает Господа когда говорит испытай меня и я так понял что имеет ввиду Давид потому что он тоже я не был прелюбодеем но я был блудником и у меня вот такое отягощение постоянно было я вроде бы ходил в церковь но это было вот пять лет назад постоянно вот так вот причащался исповедуюсь и опять впадал в эти же грехи постоянно слушал Кураева он мне был симпатичен тем симпатизировал то что он был очень эрудирован и знание Кураев отец Андрей Кураев я тоже скажу то что об Игнатии Тихоновича я именно от того ролика четырехминутного услышал что великий миссионер он сказал проповедник что это Игнатий Латкин я тогда сразу не придал никакого значения я наткнулся на видео где вы Игнатий Тихонович в лагере и детям рассказываете про Германа Стерлигова и говорите что вот Абородил понимает правильно я посмотрел то что вот Игнатий Латкин как-то не придал и где-то потом через год либо через два мне Ютуб выдал ролик увольнения Андрея Кураева с комментариями Игнатия Латкина Чаплин да с комментариями Игнатия Латкина комментирует с комментариями Игнатия Латкина я смотрел как завороженный в том плане то что я задал себе вопрос Боже кто он я про вас я этот ролик пересмотрел ну наверное раз 20 только вот один этот ролик и он меня вот я благодаря этому ролику понял что краеугольный камень это писание это толкование это каноны это святые отцы если вот так вот тезисно сейчас вот я просто как я к этому приходил ко всему и у меня даже не было такого у меня постоянно параллельно вопросы мучили а как вот крещение я уже это знал что от Кураева я даже знал что крещение как бы истинное то что это прогружение согласно традиции он говорил то что православный я начинаю как бы мама вот я в детстве крестилась я не помню но мне этот вопрос гложил у священников я постоянно спрашивал этот вопрос он говорит да не надо не ковыряйся но я спать не мог вот из-за этого вопроса и когда я решился выйти на вас это был 17-й год осень 17-го года Гнать Тихонович уже к тому моменту я был верующим человеком я уже не грешил я уже понял то что испытал Давид и я когда у вас спрашивал как мне быть и когда вы сказали про 84-е правило 6-го священского собора у меня прям ангелы запели в том плане то что оказывается все просто разрешается на основании этого правила то что я не крещеный и я был благодарен то что я до того момента уже как-то ходил на службу но я не причащался я понимал что это будет неправильно вот именно вот игры с причастием у меня никогда не было уже и я понял то что мне нужно принять истинное крещение и даже сейчас вот когда я сюда приехал у меня не было такой цели вот я вот хочу приехать именно к Гнадию Тихонов я постоянно просто задался вопрос я хочу пообщаться со священником пообщаться поделиться покаяться и чтобы он меня крестил но покаяние принимали но крестить говорит нет теперь креститься не надо и то что вот сейчас когда все произошло то что я приехал сюда это вот в действительности это деятельность Духа Святого то что у меня не было такой цели это как-то все вот событие на событие произошло скайп общение занятия и в итоге как бы я здесь то что вот отпуск там получилось взять я помню то что вот этот момент надо что город какой живете в Москве я живу в Москве из Москвы ночью прилетел сегодня в Барнауле приземлился да я с утра приземлился мы здесь около долго колесили получилось что не заблудились Андрей из Москвы так ты хочешь быть в нашей общине если будешь здесь конечно вопрос решен понимаете как люди из конца света едут они понимают отдельно без общины примет крещение нигде выброшенные снова это толководнее то есть из роддома тебя просто в окно выбросили с тобой никто не будет заниматься а когда семья своя там ждут там святые там обнимают тащат люльку покупают на свое урожение там купят ей там все почему потому что это общее дитя я дитя которое рождается стараюсь подарить новый завет не забудьте про новый завет поднимите руку кто еще хотел взять у меня заказ поступил это брат который с нами на занятиях вот он передал средства чтобы все сейчас сегодня поете не забывайте так это последнее ко мне зайдете сразу получите прежняя цена три запомните за две тысячи лет христианства материал нового завета с полным толкованием в салитарь никогда не выходил с откровением никогда тем более с иллюстрациями тем более с раскрашенными большую часть картины раскрасил вот Георг пожалуйста смиренный ваш Игорь Владимирович Георг на такой электронной версии так все понятно остальные вопросы здесь вы посмотрите ответите пока держите мы торопимся у нас времени сейчас батюшке я вас передам и сам возьму кого-то из своих которые пойдете ты и ты со мной Дмитрий что-то хотел сказать Дмитрий сказать хотел да я хотел чуть прям буквально воздумать когда вот уже как-то на протяжении нескольких лет когда вот я ходил в церковь Московского патриархата не то что я осуждаю конечно же нет а также полностью прознаю ее благодатно я признаю именно священство я уважаю сан священство но я всегда задался вопросом вот люди которые приходили кому вы молитесь вот кого вы исповедуете вот и они не могли вот я больше я сам на эти вопросы не мог ответить и я понимаю и в итоге-то опять все вот Игнатий Тихонович знает вот он любит математику и вот он мне кажется со мной согласится то что писание это необходимое условие знание писания необходимое условие то что необходимое условие чтобы стать православным христианином это уже вот первая ступень к рождению свыше и принятиящее и вхождение в церковь то что как бы то ни было да большая толстая книга теперь это моя самая любимая книга я уже параллельно читаю эти книги и с толкованием феофилакты просто верхний завет носу батюшки я добавлю то что я с одной стороны вот как бы радуюсь вот за Вячеслава то что супруг Вячеслава рассказал истории то что на работе кто-то там ей что-то говорит вот я могу сказать то что в Москве все равнодушны я наоборот хотел бы чтобы мне что-то сказали а что-то с бородой я наоборот хотел бы побеседовать за свидетельствами а так красиво сейчас только порог это все будет возможность тем более сегодня у нас еще обед степи дальше костер надо успеть и богослужение обещает мне и вам идти на исповедь у нас лента идут события Игнатий Иванович о семейном положении надо обязательно спросить человека я холост и никогда не стал брать верующая жена должна быть смотри иначе получишь такой ермон Покажи горение и гоняне начнутся благовествовать проголосуйте кто чтобы рекомендовать его как крещение погибли пять человек один возгласился напишите бумагу давайте сейчас поблагодарим Бога и вы сразу вот выходите с той стороны с крыльца и зайдете там в притворе и к батюшке по одному выходить будете заходите выходите сейчас у меня вы сейчас со мной Сергей и вы кто-то ребята вы сейчас со мной пойдете все Володе трогать нельзя он их костром занимается и шатер сегодня поставить Володя шатер поедем там поставить Игнат Техович можно подарок общения сделать нельзя потом нельзя сейчас наиск сейчас наиск мы еще увидимся благодарим Бога сейчас нет тут общего еще еще многие благодаря благословен Господь ныне пристно и во веки веков аминь аминь благодарим Тебя Господи за этот необыкновенный день этот день всегда очень необыкновенный Господи потому что к Тебе приходят те которые были потеряны и которых Ты нашел через Слово Твое Святое помоги Господи все это осознать и нам тоже и всегда быть бодрствующими и не останавливаться на том что произошло в этот день но продолжать и дальше потому что Господь сказал я приду как тать ночью и если Вы ленивые рабы то будете наказаны дару Господи нам быть настоящими хозяевами которых Ты Господи поставил для того чтобы они блюли душу свою но не только свою но и помогали другим людям любили друг друга как Ты Господи сказал заповеди Твои дару Господи нам любить Тебя потому что только через Тебя Господи мы могли обрести такую радость такое веселье Господи помоги благомилостям Господи даруй еще многих трудов благословенных и нашим наставникам батюшке нашему даруй потрудиться тем братьям которые трудятся а те которые еще не вкусили радости этого труда благодатного миссионерства и проповеди даруй Господи его почувствовать помоги тем кто не смог подготовиться по каким-то причинам даруй Господи его расположение сердечное тем кто любит их даруй видеть это даруй смягчение сердец как говорил апостол Павел расширьте сердца свои слава Тебя Отец Сын и Святой Дух Аминь кто-то заболел несколько человек и вы смотрели приехать надеются осенью хрещения будет ничего на плоту батюшка будет так ничего не забывайте ручка зеленая вот школьная она стала писать я сделал продюс